Итак, мы начнем с того, что разберем большую третью главу, которая была задана на дом для ознакомления, и кое-что я попробую вас спросить, запомнили ли вы те моменты, которые мне кажутся там довольно важны. В основном это такое терминологическое повторение, потому что в матстатистике очень часто произносятся слова, относящиеся к важным распределениям, к важным неравенствам и к некоторой интуиции, связанные с тем, много или мало будет, большие или маленькие будут значения в данной области. Ну вот, первая вещь, которая у нас там в этом разделе была, это несколько неравенств, которые следуют друг из друга. Неравенство Маркова входит в обычный курс теории вероятности говорить про него в общем излишне, хотя доказательства его полезно помнить, и поэтому я его привел, оно там в одну строчку. Обозначение не вызывает вопросов, что такое «и» с индексом? Сейчас вот не видно, что написано. А, я просто не выставил пока этот лист, хорошо, я просто думал, что он у вас перед глазами не так, но сейчас я его выставлю, нет проблем. И с индексом, который индикатор? Да, индикатор, но одни люди это знают и считают, что это все очень просто, а другие люди, например, могут затрудниться, что это за обозначение. Я в прошлый раз проговаривая, этого не сказал, наверное, это не слишком хорошо. Вот, ну вот я сейчас выставил, надеюсь, что вы видите, я помню, что у нас была еще трудность с тем, что экран не виден. Вот, ну, значит, доказательство неравенства Маркова достаточно просто устроено, его теории вероятности проговаривают. Во всяком случае, откуда берется первое неравенство? Но оно берется из того, что у нас случайная величина неотрицательная, мат ожидания – это в некотором смысле сумма значений по вероятностям исходов. Ну, а когда умножаем на индикатор, то некоторые значения обращаются в ноль. Вот, что касается закона больших чисел в форме Чебышева, прямое применение варианта неравенства Маркова, но к довольно специальным независимым случайным величинам. Значит, зачем здесь независимость, кто знает? Ну, чтобы дисперсии складывать можно было. Чтобы дисперсии складывать, чтобы можно было записать. А еще можно вопрос в теореме 3.2, наверное, все-таки Текси имеется в виду положительный, да, в этих теоремах? Да, спасибо, это хорошее замечание, я действительно поправлю. Дело в том, что по умолчанию 3.2 иногда хочется прочитать без 3.1, а в 3.1 написано, что она неотрицательная, да, это правда. Спасибо, я случайной величины, я просто должен сюда дописать. Сейчас я себе укажу. В 3.3 это уже не обязательно. А в 3.3 не обязательно, потому что там модуль стоит. А модуль у нас всегда неотрицательный. Вот, значит, что касается закона больших чисел в форме Кинчина, здесь важно то, что она доказывается без неравенства Чебышева, и дисперсия нам вообще не нужна. Ну, в статистике это самое важное. Теперь вот важная вещь для нас это 3.7. оценка хвостов Гауссианы. У вас, кстати, там и печатка. Да, спасибо. Где? В этой же строке в конце последняя неравенство. Теорема 3.7, последняя строка. Так. Вот последнее неравенство. Это относится к другому, к другой теории, которая меньше равно экспонента от 1 восьмая, так квадрат бы именно славку удрать. А, да, 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 да. Да, совершенно верно. Оценка хвостов Гауссианы. Да, это, значит, это просто у меня перескочила строчка. Большое вам спасибо. Ну, что ж, замечательно. Ну, а что касается самого доказательства, то, я надеюсь, оно не вызвало никаких сложностей, потому что это простое следствие неравенства Чернова. А, давайте посмотрим. А, это, значит, из... Сейчас, это из Хевдинга перескочила. Да, это из Хевдинга перескочила. Ай-яй-яй. Значит, это у меня... Как же это я не заметил? Так, сейчас я еще помечу. Значит, 3.7. Печатка. Из Хевдинга перескочила. Из Хевдинга перескочила. Нехорошо. Вот, значит, для чего нам это все нужно? Вот мы с вами несколько раз говорили о том, что принцип статистики устроен так. Нужно написать какую-нибудь формулу, применить ее к выборке и посмотреть на распределение соответствующей случайной величины. Действительно, когда у нас рассматриваются выборки, то получаются случайные величины с определением на выборочном пространстве. Пространство РМ. И здесь у нас лежат всевозможные выборки. Ну и, значит, по формуле получается некоторая случайная величина, там, статистика Т. Значит, среди статистик, которые используются, как, в общем, примерно уже стало понятно из примеров формул, большинство из них включают в себя суммирование. Значит, как мы знаем, в ситуации суммирования, суммирование случайных величин независимых приводит к тому, что распределение суммы в той или иной степени приближается гауссовому закону. Поэтому возникает вопрос, где же наша статистика велика, что такое маргинальные области для нашей статистики. Так вот, неравенство, о котором идет речь, это на самом деле неравенство, связанное с большинством формул, потому что большинство формул, так или иначе, устроено похожим на гауссиану образом. Ну, или если не похожим на гауссиану образом, как, значит, в некоторых частных случаях получается, то, соответственно, разговор будет другой. Ну, а в ситуации, когда они похожи на гауссиану и с ростом n происходит стремление к гауссовскому распределению для распределения статистики Т, ну, такие формулы называются асимптотически нормальными или асимптотически гауссовыми. Вот, поэтому сразу возникает вопрос, что такое маргинальные области. В прошлый раз мы говорили, что, значит, центральная область – это близко к тому, где плотность велика, значит, а маргинальные области – там, где плотность малата. Так вот, формула про оценку хвостов гауссианы, она как раз нам дает понимание, насколько вероятность попадания в маргинальную область маленькая. Действительно, вернемся к этому неравенству. В явном виде там написано, что оценка хвоста – это как раз вероятность отклониться от мат-ожидания. Там, ну, тут написано значение эпсилон, которое интуитивно люди считают маленьким, но, в общем, любая константа С, она квадратично убывает с ростом этой самой С. То есть убывание чрезвычайно быстрое, вероятность попадания в хвост очень маленькая, и поэтому вероятность попадания в маргинальную область здесь, собственно, в явном виде и написана. Значит, почему это важно? Потому что большинство формул устроено по принципу асимптотической гауссовости. Значит, что касается неравенства хвостинга, это некоторый вариант, связанный с суммированием случайных величин, которые заключены в своем распределении в данных границах, и этот вариант является уточнением предыдущего. Иногда на него будут ссылки. Теперь, что касается важных распределений. Там были задачи. Ну вот, давайте попробуем рассмотреть. На самом деле я хотел бы послушать, что вы можете сказать в паралему Фишера. Это довольно любопытная задача, ее стоит понимать. Вот, но пока давайте быстро проглядим, что же у нас было еще. Про семейство гауссовых плотностей. Это материал совершенно канонический. Что касается распределения Пирсона. Почему оно вообще здесь оказалось важным? Дело в том, что формулы, которые приведены дальше, оценочные формулы из принципа plug-in, они иногда включают квадраты случайных величин. Ну, в частности, формула для оценки дисперсии, она включает квадраты значений, которые у нас попались в выборке. Поэтому распределение Пирсона явным образом имеет отношение к статистике для дисперсии, формула, которая оценивает дисперсию по выборке. И тем самым мы кое-что знаем про распределение этой статистики и можем сказать, где там у нас центральная область маргинальная, поскольку распределение Пирсона входит в разряд некоторых канонических. Стоит представлять, как устроен график для него. Значит, конечно, это будет не Гауссианой. Правильное приближение такое, что поскольку х квадрат всегда положительный, то значит носитель распределения положительные значения. Там тоже есть горб и тоже есть маргинальная область. Другое дело, что с ростом числа слагаемых этот горб отодвигается от начала координат. Ну и вся форма действительно там по центральной предельной теореме может быть приближена и Гауссианой тоже, по крайней мере, в положительной части. Но форму стоит представлять. Семейство гамма-распределения относится к суммированию показательных распределений. И здесь важно просто помнить, что мы уже с вами сталкивались с этими гамма-распределениями в первой задаче на упражнениях. Помните, там были даны некоторые формы, и туда входило на самом деле гамма-распределение. Кстати, мы должны вернуться и посмотреть, как вы проверили по критерию Кумагорова-Смирнова, те гипотезы, которые были более-менее правильно написаны в первом домашнем задании. Ну, у большинства они были написаны правильно. Вот пример, который меня интересует, это пример со смесями. И давайте мы сейчас, несмотря на то, что у нас лекция, отвлечемся, чтобы не я показывал готовую вещь, а вы бы сделали эксперимент и посмотрели, почему это важно. Напомню, что в прошлый раз я говорил о том, что условия математической статистики, что мы работаем с выборками, которые есть результат последовательных независимых испытаний над одной и той же случайной величиной, они не всегда соблюдены в реальности. Поэтому возникает трудный вопрос, как соотносить реальность и то, что изучается в статистике. В статистике изучается некоторая идеализация, а в реальности мы всегда видим, что случайные величины при наших повторениях немножечко меняются. И вот в связи с набором распределений, которые предлагалось дома запомнить, давайте сделаем одно простое упражнение, оно у вас займет буквально несколько секунд, потому что это строчки из старых упражнений. Мы посмотрим на ту форму, которая получается при воздействиях на случайные величины и то, что мы ожидали бы, если бы мы не озаботились этим эффектом воздействия. Значит, как раз где возникают смеси и почему это важным образом важно учитывать, когда мы смотрим экспериментальные данные для какого-нибудь опыта с измерением. Задача такая, которую нужно просто проиллюстрировать своими вычислениями. Задача такая. Рассмотрим. 9 случайных величин, величин распределенных, как по закону Гаусса, со средним 0. И у них дисперсия будет стоять сигма, значит, катая в квадрате. Значит, сигма катая в квадрате равняется единице, деленная на К в квадрате. Значит, предположим, что мы имеем дело с таким экспериментом. Первое значение мы померили у Кси-1, последнее значение мы померили у Кси-9. Но мы не знаем, что у них меняются дисперсии, и поэтому то, что мы получили, у нас все смешалось в нашем эксперименте. И какое распределение мы увидим. Вот пример, какое распределение мы увидим для смеси гауссовских величин. Эксперимент строится так. Надо взять по 100 значений. 100 значений каждой Кси-1. Значит, все они сбрасываются в один и тот же ящик. Это получаются некоторые данные. У этих данных можно построить гистограмму. Вот давайте посмотрим на эту гистограмму, и какая первая мысль нам придет в голову, исходя из того зоопарка распределений, который было предложено освоить. Ответ в каком-то смысле удивительный. Сделайте, пожалуйста, это. Значит, итак, у вас есть выборка из 900 значений. Эти 900 значений относятся к эксперименту, когда мы получили 100 значений здесь, 100 значений здесь. Ну и все смешали. Тем самым есть 900 значений, в которых на случайную величину было оказано воздействие. Это воздействие связано с тем, что у них немножечко разные дисперсии. Ну даже не немножечко. Давайте даже не так сделаем. Не k, а вот что сделаем. Сигма ка-то равняется 0,1 умножить на k. Это то же самое, что я написал, интересно. Или нет, не то же самое. Это k на 10. Да. 0,1, k на 10, да. k на 10. Не надо ездить на k, это затмит нам форму. Вот так будет еще гораздо лучше. Значит, итак, у нас есть выборки каждой случайной величины по 100 штук. Все они смешались, и гистограмма какая. Какая форма. Вот это наша первая задача была в нашем курсе. k на 10 в квадрате или просто k на 10? Нет, я здесь написал правильно. Я написал, что такое сигма ка-то, а случайная величина Гауссова, она задается обычно формуле, в которой указывают не сигму, а указывают ее квадрат. Ну просто как читается это обозначение? Оно относится к квадрату. Я написал явную формулу для сигма ка, и это, возможно, полезно, потому что когда вы генерите в питоне соответствующую случайную величину, вы там указываете сигму, а не сигма квадрат, как параметр. Можно вопрос просто? Да-да, да-да. Ну, в общем, просто как-то это кажется каким-то странным в том контексте, что вот у нас есть эти 9 величин, которые я сделал из 9 разных мест, и как бы каждый из этих 9 ксишек, это вообще говоря гипотеза, то есть статистика в статистическом смысле, мы можем как бы не знать, что такое каждый из этих ксишек, и у нас получается 9 таких гипотетических параметров, которые еще и смешиваются. Как-то это сложно прямо получается. Вы шагнули немножечко дальше. Я сказал, что мы изучаем следующие эксперименты. Вам достались данные, про которые пока никаких гипотез нет, а эти данные возникли в результате смесей. Смесь в прямом смысле. Вы объединили несколько измерений, в которых непостоянная сигма. Когда вы смотрите на эти данные, следующий этап – это надо попробовать про них гипотезу создать. Что мы видим? Вот ровно это мы сейчас пытаемся увидеть. Этап создания гипотезы из данных. Мы же с вами говорили, откуда эта гипотеза берется. Она берется из экспериментальных данных и построения гистограммы, чтобы мы, по крайней мере, сформулировали, что мы собираемся проверять и доказывать. Вот в случае таких данных какая гипотеза придет вам в голову? Эта гипотеза будет относиться к одному из распределений в нашей таблице для запоминания. И эта гипотеза будет неправильная, потому что мы наши данные генерили совершенно иначе. Я ответил? Ну, более-менее, да. Вот. Давайте посмотрим, какая гипотеза придет в голову. Это полезный пример для иллюстрации того, что визуальные наблюдения могут приводить к неверным гипотезам, если мы не обладаем дополнительной информацией, как возникли наши данные. Что вот здесь эта информация явная, вы объединяете гаусианы. Вот. А в результате, если смотреть на смесь этих данных, ну, я просто не стал писать формулу для смеси. Наверное, правильная иллюстрация смеси такая, что в процессе генерации вы случайным образом выбираете сигма-к из девяти и девятьсот данных, и девятьсот случайным выбором, где к меняется равномерно от единицы до девяти. Ну, вот мы возьмем такую совсем сермяжную вещь. Сто данных, сто данных, сто данных, и все смешалось. Это приблизительно то же самое, что случайные воздействия просто в нашей модели, у нас, наши воздействия не случайно прыгали от случайных лечебников, от одного кси, другому кси. Ну, так какая же там форма получается? Давайте я уберу свою картинку, покажите эту форму, и это та картинка, которой не хватает в нашем курсе, чтобы оценить, зачем нужно изучать смеси. Покажите кто-нибудь экран. Ну, просто в моем списке распределения выписаны согласно каким-то свойствам понятным, и вдруг появляется в списке распределение, которое называется смесь или рандомизация, достаточно общая формула, и что бы она значила. Вот пояснение этого обстоятельства происходит сейчас. Для этого нужно посмотреть на эксперимент, который имитирует смесь, и понять, почему же стоит заниматься вопросом, как быть со смесями. Это будет у нас специальное занятие, одно из ближайших. Как быть с гипотезой смеси. Я включил демонстрацию? Да, вы можете показать гистограмму. Ну, у вас, по-моему, строчка про гистограмму есть, так что ее надо скопировать. Покажите, пожалуйста, картинку. Я не хочу ее рисовать на веру вам, хочу продемонстрировать. У меня какие-то проблемы с кодом. Ну, кто-нибудь другой. А какие проблемы с кодом? Как сделать... SciPy и Stats жалуются на то, что я в RWS передаю аргумент scale. Хотя он там есть. Это вы, наверное, как-то очень сложно стали писать код, а можно было просто явно перечислить, какие сигмы. Просто можно динейстрочек скопировать. Нет, но все равно мне нужно передавать его в параметр стандартного параметра. Параметр вы числом просто можете написать. Ну, да, мне функцию надо передать. Он жалуется, что я передаю его функцию. Я не понимаю, почему. Функции не может быть числового аргумента? Ну, он пишет, что у RWS нет параметра scale, который отвечает за это. Понятно. Но давайте не будем обсуждать это самое программирование. Кто-нибудь, кто строил гистограммы к первой задаче, может показать нам ответ? Давайте его запечатлеем для тех, кто нас будет слушать постфактум. Мы, конечно, час, но тут заведомо присутствуют люди, которые рисовали гистограммы для первого задания, когда была выборка чисел. Рисовали гистограммы. То есть трудности с генерацией, что ли? Гамма 1 плюс гамма 2 плюс гамма 3? Ну, когда были у нас, да, вот эти все гаммы. Ну, а здесь просто ситуация какая? Надо сделать 9 генераций и потом построить гистограмму для объединения этих данных. Какая жалость. Мне, наверное, надо было с вами. Объединение – это для суммы, получается? Нет, это не сумма. Я как раз сейчас поясняю, что такое смеси. Смеси – это тот эффект, который правильно называть объединением разнородных данных. Ну, то есть надо будет это в интеграл, правильно? Куда-то помещать. Ну, вот в лекции был интеграл. Сейчас. Я понял. Смотрите, в лекциях была теоретическая формула. И я хорошо понимаю, что теоретическая формула при чтении подряд могла подставить в тупик. А что с ней делать? Что за ерунда? Что мы здесь должны запомнить? Вот пример на раздел 3.2.8 приводится сейчас. Первое, что я сказал, что смысл этого действия смесей – это в реальности относится к следующему эксперименту. Когда у вас объединяются разнородные данные, значит, у которых меняется параметр. Здесь на самом деле это и написано. Какие возникают плотности, если параметр случайно менять? Это формула. Ну, я вот не включил демонстрацию экрана. Давайте включим на секунду. Так, мне тут. Могу показать. А, можете показать. Тогда покажите. Не будем терять зря время. Спасибо, Дмитрий. Вот, Дмитрий, спасибо. Значит, вы нарисовали вот такую штуку. Вот, теперь, чтобы угадать, какая это плотность, какой у нас есть прием, посмотреть этот график в полулогарифмической шкале. Правда? Угу. Сделайте, пожалуйста, еще одну картинку про этот график в полулогарифмической шкале вертикальной. Так, сейчас. Полулогарифмическая шкала относится к вертикальной. А, да, да, извини, действительно. Сейчас только оффскейл там не надо добавить корень, потому что... Нет, ну, мы же вроде говорили, что это... Нет, скейл – это просто дисперсия, как бы. Скейл – это, по-моему... Он автоматически возводит квадрат при делении уже, при постановке формул. Скейл – это, по-моему, как раз так среднеквадратичное планирование. Ну, что так? Сейчас. А, кстати, вроде действительно да, это было. Ответ, на самом деле, не сильно поменяется по форме. Значит, вы корень квадратный. То есть, это как раз тот самый вопрос, что такое скейл. Это дисперсия или среднеквадратичное уклонение? Нет, у меня вопрос был другом. У меня вопрос был... Ну, ладно, неважно. Давайте все-таки на графику посмотрим. Мы немножечко задержались. Ладно. Я думаю, это не так принципиально. Это правда. Так. Сейчас, да. Надо этого. Вы рисуете, чтобы по вертикальной шкале было алгоритмическое. А я сейчас для гистограмма подумаю, как сделать. Ну, и можно всегда... Я просто не понял, как нормировать это для гистограмм. Там немного своя программа. А вам разве обязательно нужна гистограмма? Можно просто данные запомнить, аргумент значения. И нарисовать просто обычный график. Матплот-либом. А графика к эмпирической функции распределения или как? Нет. Почему? Вот когда вы рисуете гистограмму, это же у вас столбики, конечно. Но, тем не менее, там есть аргументы, куда поставить столбик и значение. Вообще говоря, вычисление гистограммы, если вы посмотрите на эту функцию, это естественным образом просто список аргументов и значений к ним. Но значение надо... Да, он там считает, сколько точек выпало на каждый из интервалов. Ну, как он считает, это уже, наверное, разговор старый. Это пройденный этап. Сейчас мы просто смотрим. Так, что же мы так зависли? Может быть, за это время кто-то уже сделал и может показать. Мне чрезвычайно... Ну, хорошо. Ну, да. Ну, а теперь, значит, соответственно... Да, это V2R, 2M... Ну, вот и все. Надо просто нарисовать график. Нет. Ладно. Для тех, кому уже надоело ждать, два вопроса. Если у вас есть готовая картинка, то давайте посмотрим на вашу. А этот экран уберем, если у кого-то есть. А для тех, кто ждет, что все будет... Как-то обратите внимание, что у вас получилась кривая, которая в нашем списке распределений естественным образом присутствовала. На что она похожа не в логарифмической шкале. Вопросы о статистических гипотезах. На какое распределение похоже? На что-то нормальное. Нет. В том-то и дело, что не на нормальное она похожа. Оно похоже на другое из списка. А то, что оно очень похоже на другое из списка, было бы видно, если бы вы нарисовали в полу-грифмической шкале. Помните нормальное распределение в полу-грифмической шкале? Какую форму дает? Пора было вниз. Пора было вниз. Так, я слышу, что оборвалась речь. Кто-то мне что-то говорил и оборвалась. У нас все в порядке со связью? Да, да. Просто задумался. Нет, а нехорошо получилось. Вот если бы я нарисовал картинку, так все было бы ясно. Я просто хотел добиться некоторого удивления, как так получается. Что вдруг получается распределение из нашего же списка. очень простое, но совершенно не гауссовское. Как такое может быть? Что вообще за этим скрывается? То есть, если вы говорите, что логарифмическая шкалья как-то очень сильно меняется, может быть, это Е в степени? Ну, это правда. То есть, вы угадываете, какая форма получится? Нет, по форме и тому, что мы делали в прошлый раз. А в прошлый раз мы этого не делали. Мы на первом занятии... На первом занятии делали, да, совершенно верно. Ну, ладно. Я чувствую, что моя затея не удалась. Давайте я исполню роль компьютера и скажу, что будет в этой конкретной задаче. А вы тогда проверите, как упражнение. Значит, в этой конкретной задаче. У меня вроде получилось. Тогда я убираю. Покажите картинку честно. А то... Нет, это что-то у нас не то. И это не полуогарифмическая шкала. И показываете вы не то. Ладно. Убирайте свою картинку. Или я вас сейчас тут... Давайте я вас... Ладно. Тогда, значит, давайте я скажу, что должно получиться. И на самом деле, почему это... Почему это было задумано, как пример, который я считал необходимым. Значит, и так вот у вас вот эти данные, данные объединения. Если бы вы построили гистограмму, а один из вас построил, я забыл, Шадрин, по-моему, да, у него гистограмма была из столбиков, которые нарастали. И, как всегда в статистике бывает, нужно было попробовать сформулировать, на что это похоже. Если мы хотим посмотреть, на что это похоже, то мы можем ожидать, ну, например, что в большинстве случаев получается в логарифмической шкале 7-милок-скейл у вас должна бы получиться из этой гистограммы картинка, которая напоминает опущенную рогами вниз параболу. Тем не менее, в полулогарифмической шкале вы бы получили вот такие вещи, совершенно прямые линии. Поверьте мне, что это так, и в свободную минуту, да, делайте. Значит, а такая картинка на какое распределение указывать из нашего списка? Как она называется? Экспоненциально это должно получиться раз в первую сторону. Экспоненциально это в одну сторону, а когда в обе стороны, это, соответственно, Е в степени минус Б. Оликс. Тут некоторый критик. Оно называется распределение Лапласа. Вот. И это реальная совершенно ситуация, когда от смеси получаются распределения, похожие на совсем другие. И пример этот приведен ровно потому, что это типичная ситуация в естественных науках. Есть куча всяких исследований, где люди долго и вдумчиво объясняют, почему у них должно получиться распределение Лапласа. Тем не менее, это связано с тем, что их эксперимент был поставлен не совсем корректно, и речь шла о смеси. Но применительно к нашему вот этому разделу, 3.2.8, несколько загадочному, он показывает, как от смеси распределение одни, исходное, значит, вот из набора распределений, которые мы имеем в эксперименте, как от эффекта смеси из них получаются другие. Значит, не следует думать, что смешивая гаусяны, мы всегда получим распределение Лапласа. Это не так. Вопрос от того, как смешивать. Это был конкретный пример, который дает некоторую похожесть. Вот. Хорошо, значит, 3.2.9 про Фишера Снедекера, Парета и Сьюдента. Это, значит, материал связан с тем, что ряд статистик при больших N устроены тоже понятным образом, но вот, значит, этот понятный образ не совсем такой, как просто была бы сумма, которая давала бы гауссовское распределение. Значит, ну, например, отношение двух таких случайных величин. Это важный момент. И обычно про эти статистики быстро, значит, пишут формулу, которая при больших значениях объемов выборок очевидным образом приближается простой формулой типа отношений. Ну и вот возникающий вопрос, где рассматривать критические области, обычно приводится в терминах вот этих трех распределений. Так называются там критерии Сьюдента. Ну, в частности, для оценки некоторых формул, которые у нас в конце, вот там есть критерии Сьюдента, которые в явном виде мы еще и напишем. Вот теперь, что касается плотности Каши. Это чрезвычайно интересный вопрос, который, видимо, заслуживает маленького обсуждения сейчас. Написана плотность, которая получается достаточно легко в экспериментах. Например, если вы возьмете две стандартные гауссовские случайные величины, которые распределены как 0,1, и поделите их друг на друга, то получится в точности вот это распределение. Я про это немножко уже раньше говорил. Вот распределение это интересно вот чем. что у него нет моментов. Это в теории вероятностей, наверное, вы изучали. А если нет, то я напомню. Формула для вычисления, скажем, от ожидания связана с интегралом плотности умножить на х. Значит, здесь, если мы напишем х, то у нас получится подинтегральное выражение, которое с ростом х к бесконечностям бывает как 1х. Ну, и тем самым этот интеграл расходится. Значит, из-за того, что нет моментов, вещь в статистике важная, потому что большинство формул, и мы сегодня это увидим, они так или иначе апеллируют к существованию моментов. Вот распределение каши получается легко, а моментов в него нет. И более того, если подставить распределение каши в какую-нибудь формулу, например, для момента обычную с усреднением, то результат, эта статистика будет иметь также распределение каши. То есть то, что мы получаем плохого с распределением каши, это то, что формулы не просто не работают, а то, что результат применения формулы, скажем, усреднения, приводит к тому распределению, с которого все началось. Значит, это вот неприятность, которая возникает довольно часто. Про Лаплас только что поговорили, про логистический закон. Эта цитата приведена в основном потому, что логистическая кривая весьма часто употребляется в некоторых статистических методах, связанных с совершенно другими принципами, и возник соблазн считать, что многие вещи распределены по логистическому закону. Ну вот, внимательные люди заметили, что логистический закон в природе как-то не очень встречается. Значит, что касается многомерного гауссового распределения. Вот опять же мы знаем несколько теорем на эту тему, например, как распределена сумма независимых гауссовских величин, что она опять распределена по гауссу. Ну а общая формула для распределения и пишется довольно громоздко через матрицу. Вот это просто ее экономная запись. Теперь перейдем к той задаче, которую действительно хотелось бы иметь решено. У вас конспекты пока не транслируются. А, я сейчас его затранслирую. Ой, нет, это не он. Извините. Вот, давайте перейдем к задаче, про которую разговор чрезвычайно достоин. У нас есть две формулы. Значит, одна формула оценивает средняя, одна формула оценивает дисперсию. Значит, для оценки дисперсии есть даже две формулы. Эмпирическая дисперсия с маленькой буквой S и эмпирическая дисперсия с большой буквой S. Они отличаются, как мы видим, только множителем. Значит, один множитель одноянный, другой множитель единицы, наверное, минус один. Значит, почему множитель разный? Возможно, вы знаете, возможно, нет. В любом случае, мы к этому вернемся. А вопрос, который у нас был обязательный в курсе, это разобраться с Лемой Фишером. Во-первых, какой здесь ответ? Значит, если у нас исходная выборка была из гауссовых законов, причем стандартных гауссовских законов, то мы имеем две статистики. Одна статистика – это из нашей выборки надо сделать средняя. Вторая статистика – из нашей выборки надо сделать статистику для дисперсии. Завистим ли эти две случайные величины? На первый взгляд ответ, конечно, да. Просто потому, что во вторую формулу входит первая. И мы видим, что у нас в явном виде есть выражение для первой статистики, использованного во второй статистике. Тем не менее, правильный ответ в этом упражнении – нет, они независимы. Это свойство выполнено только для гауссовских законов. Не обязательно для гауссовского закона 0.1, но если здесь стоят не гауссовские законы, то это неверно. Может ли кто-нибудь это объяснить? Поскольку вещь нетривиальная, я предупредил, что, может быть, даже правильным является найти доказательства этого факта. И, значит, на тот момент я еще не выложил источник, где это доказательство дано совершенно элементарно. Но вот сейчас я, пожалуй, вам этот источник покажу. Я выложил третий источник познания. Это лекции Новосибирского университета, которые удивительным образом соответствуют тому, что делаем мы, за исключением практических занятий. То есть там изложены только аналитические формулы. Так вот, в этом самом курсе Черновой, я его сейчас просто покажу, доказательства соответствующего факта приведено. Если кто-то из вас сам в этом не разобрался, то я вас очень прошу это прочитать. Это страницы, там, где-то с сотой по 105-ю. Вот Лем и Фишер. Я показываю то, что выложено в общий доступ. Выложил я это на Яндекс.Диск. Значит, вот те из вас, кто не догадался, как эта задача решается, может посмотреть решение, и оно связано с тем свойством, которое у нас есть в предыдущем примере в наших лекциях, а именно в примере про свойства, которое называется теорема Скитовича. Что получается при линейных заменах с гауссовыми случайными величинами? Гауссовые случайные величины обладают важным свойством, как они себя ведут при линейных заменах. И, значит, это свойство весьма исключительное. Оно здесь у нас приведено, как для случая... А где у меня теорема? Гару Маски-Товича. Вот она. Значит, она приведена как теорема 3.11. Вот. И доказана для пары. Но на самом деле она справедлива и для большего числа. То есть можно ее переформулировать на случай линейной формы вот n случайных величин. Ну, а следствием этого на самом деле является то, что у нас сформулировано как лемма Фишера, которая, однако же, может быть доказана независимым образом. Весьма коротким источник я вам сказал. Теперь продолжим то, что у нас идет дальше. Ну, как раньше устроена структура математической статистики в конспекте, я написал введение вот в это все, исходя из того, что человек, в принципе, встречается с разными книжками, и книжки, написанные, скажем, в 20 веке, они, как правило, делали акцент на совсем других вещах. Наши упражнения специально показывают, что множество алгоритмов, которые входят в теоретическое описание, они уже давным-давно реализованы, и вся практика, связанная с применением статистики, в конечном счете сводится к практике использования программных пакетов, ну и пониманию, какой именно метод запрограммирован. Значит, в старое время было не так, а именно пытались использовать вычисления, которые можно сделать руками, но не все вычисления можно сделать руками, поэтому книжки по статистике обычно сопровождались таблицами. В частности, даже такая простая вещь, как изучение свойств оценка хвостов гусяна, оценка вероятности попадания в маргинальную область, требовали вычисления с таблицами. Ну и вот просто для любопытствующих, что же написано в этих таблицах, например, про гауссовую величину, кратко описано здесь. Сейчас это, конечно, актуальность потеряла. Значит, там написаны таблицы вероятности попадания в хвост с помощью некоторой функции, которая называется error function. Вот это обозначение error function перекочевало в программные продукты, поэтому стоило бы знать ее определение. Значит, error function связана с чем-то очень похожим на гауссовую плотность, однако с небольшими разницами. Действительно, стандартная гауссовая плотность, там должно стоять минус т квадрат пополам. Значит, в error function у нас стоит кое-что другое, и error function от x измеряет тем самым вероятность вот этого чего-то другого для попадания в отрезок от нуля до x. Ну, а только что было анонсировано, что это разговор, что это все нужно будет для измерения вероятности попадания в хвост. Ну, вероятность попадания в отрезок от нуля до x и вероятность попадания в хвост от x до плюс бесконечности естественным образом связаны для функций плотности. Ну, и поэтому возникает вопрос, как, зная error function, вычислять разного рода вероятности, связанные с нормальным законом. Вот эти вероятности, они аналитически выражаются через error function, а в программистском смысле, конечно, точно так же. Если вы знаете связь между error function и, скажем, вероятностями попадания от нуля до x для гауссовского закона, вот, то можно выразить вероятность попадания в хвосты стандартного гауссовского закона. Вот. Это руководство к действию по получению численных ответов в статистических задачах. Иногда, чтобы рассчитать нужную вероятность, в саму функцию это не входит, а, скажем, входит только вычисление самой статистики, ну и известно, что она симпатически гауссова. Тогда речь о маргинальных областях, о вероятности попадания в статистике в маргинальную область связана как раз с error function. Вот. Продолжаем дальше. Вот есть некоторые более общие формулировки того, что мы делаем. Значит, мы начинали с того, что говорили, что задача мат-статистики это задача проверки соответствия гипотезы и проверки соответствия гипотезы и экспериментального материала, который называется выборками. Вот. Но в чуть более общей обстановке задача может ставиться не так. Если у нас есть предварительная информация о том, откуда у нас взялась наша выборка, то вопрос может стоять о нахождении распределения не самым общим методом, таким как Калмогоров-Смирнов или Андерсон Дарлинг, а путем нахождения просто параметра, относящегося к этому распределению. Частичная информация часто говорит, что у нас наше распределение относится к семейству. Про семейство у нас уже выше шла речь вот в этом зоопарке, какие бывают семейства. Значит, поэтому речь идет о том, чтобы найти параметр семейства. Ну, вот такой набор задач статистики называется параметрической статистикой. И, как правило, большинство методов связаны ровно с этой задачей, потому что частичная информация присутствует. Вы находите параметр для распределения. Более общий подход здесь такой. Вот, например, если есть семейство гауссовых плотностей. Семейство гауссовых плотностей задается формулой, которую мы только что обсуждали. Например, формулой плотности, в которую входят два параметра. Математическое ожидание и дисперсия. Но мы знаем, что математическое ожидание и дисперсия – это вещи, которые, в принципе, можно оценивать и по выборке тоже. Поэтому более общая задача ставится так, что есть выборка, и есть некоторый функционал от выборки. Требуется определить, как вычислять по выборке этот функционал, понимая, что по формуле вычисляем мы каждый раз будем получать случайную величину, и как же все-таки узнать значение функционала. Если нас интересует одно конкретное значение по выборке, то это называется точечное оценивание. Если нас интересует ответ в виде указания интервала, куда попадет этот функционал с дополнительными свойствами, какова вероятность туда попадания, ну и как построить этот интервал, то это называется метод доверительных интервалов. Все это, разумеется, позволяет переформулировать задачи из класса в класс, потому что, например, формулировка про указание доверительного интервала и формулировка про проверки гипотез всегда может быть соединена одна в другой, потому что, значит, вопрос о нахождении доверительного интервала можно переформулировать как-нибудь так. Проверить гипотезу, что истинное значение параметра данной случайной величины попадает в нужный интервал. Поэтому три языка, проверка гипотез, построение доверительных интервалов, точные оценки – это вещи, в общем, связанные. Значит, основная трудность, которая здесь есть, связанная с оцениванием значения, это то, как разные методы сравнивать. Уже для дисперсии у нас было две разные формулы. Значит, что же мы хотим в этих формулах получить? Разумеется, как всегда бывает с формулами, которые работают приближенно, ну, а когда у нас есть стахастика, то формулы все приближенные в том плане, что если взять другую выборку из тех же самых случайных величин, то ответ получится другой. Нас интересует точность. Ну, и для этого нужно попытаться как-то придумать подход, который понятие точности для такого рода методов переопределяет, потому что совершенно ясно, что в определение точности войдут какие-то свойства, относящиеся к случайным величинам. Вот. Ну, значит, как же сравнивать разные методы? Первая идея связана вот с чем, что надо смотреть на наши методы оценивания в среднем. То есть нужно попытаться понять, как работает наш метод в среднем при многократном применении. Мы уже с вами понимаем, что разговоры про среднее, они в аналитическом смысле соответствуют вычислению мат-ожиданий, потому что у нас есть закон больших чисел, утверждающий, что в хорошем случае мат-ожидания и средние сходятся друг к другу в смысле сходимости, ну, например, по вероятности. Вот. Поэтому метод различения разных предсказаний в оценивании, разных оцениваний, он такой, что нужно придумать меру, по которой мы сравниваем. Ну, мера, по которой мы сравниваем, например, для точечного оценивания, она такая. Нужно просто придумать некоторое расстояние между тем, что мы получаем по выборке, это D, и тем истинным значением, которое мы собираемся предсказать. Разумеется, для разных выборок, для разных распределений, для разных ситуаций, значит, эта мера не обязана быть одной и той же. Ну, и, значит, возникает вопрос о том, как такие меры придумывать. Значит, чуть ниже есть подсказка. Значит, подсказка вот она, что одна из мер заключается в следующем. Она будет учитывать, и она будет легко учитывать и среднее значение, и в то же время будет соответствовать или два мере. Действительно, можно попробовать измерять, например, квадратичное расстояние между тем, что у нас получилось по предсказанию истинным значением параметра. Ну, и тогда, вычисляя матожидания этой разницы, мы будем оказываться в ситуации, похожей на вычисление дисперсии некоторой статистики. Значит, вот если у нас есть явная формула предсказания, то, вычисляя эту меру, мы можем, в принципе, понимать, что у нас соответствующая точность метода как-то связана с дисперсией статистики. Вот. Ну, значит, нужно помнить, и я здесь это выделил жирным шрифтом, что соответствующие математические ожидания, в общем случае, они у нас зависят от выбранного метода, то есть той формулы, которую мы пытаемся понять, хорошая она или плохая, от выбранного способа сравнения и, значит, вот, от расстояния. Вот. Ну и на самом деле еще входит сам параметр t. Может быть, при одном параметре мат ожидания одно, при другом параметре мат ожидания другое. И здесь выделено в явном виде, какое же мат ожидания, как же мы пытаемся эти оценки усреднять, если параметры разные. Значит, надо понимать, что усреднение производится так. Надо взять ту меру, которую на выборках предсказал данный параметр t, и посчитать меру на выборках с указанием этого параметра t, тогда на статистике тоже возникнет мера. Тогда от результата подстановки статистики и t в функцию расстояния, это будет другая случайная величина, у нее берется мат ожидания, опять-таки, по мере, связанной с параметром t. Вот. Ну и поэтому ответ тоже зависит от параметра t. Все это называется риском. Вот методы вычисления риска, наверное, вы про это слышали из других источников, что это примерно основное занятие для людей, которые заняты финансовым прогнозом. Вот. Они берут данные из реальности, они берут всевозможные предсказания, параметры, которые интересуют как функционал, ну, например, связанный там с экономикой или, не знаю, с социальными какими-то науками, и смотрят риски предсказания. Значит, слово риск – это среднее усреднение, усредненная ошибка от выбранного метода предсказания. Вот. Ну, теперь попробуем перейти к большей конкретике. И это, значит, просто пример на все предыдущее, на предыдущие понятия. Вот у нас есть такой функционал – среднее в квадрате. Это функционал экспериментальный. Вот. А есть функционал аналитический. Это мат ожидания в квадрате. Мы пытаемся использовать формулу для предсказания значения функционала, который у нас связан с нашей случайной величиной. Мы пытаемся предсказать посредством конкретной формы. Значит, формулы можно различать. Значит, первое различие называется проверка состоятельности. Состоятельность – это вот какое свойство. Чем больше выборка, тем точнее значение, которое мы получаем. Но точнее статистически. Значит, правильный перевод слова состоятельность такой. При увеличении n случайная величина, которая связана с оценкой, сходится по вероятности к истинному значению параметра. Что такое сходимость по вероятности? В самом начале говорилось. Ну и вот давайте попробуем посмотреть на эти простые упражнения и сказать, вот у нас здесь оценки состоятельны или нет. Ну давайте, например, просто возьмем, как мы понимаем, что у нас все на свете зависит, вообще-то говоря, от случайной величины. Поэтому давайте рассмотрим класс равномерно распределенных на отрезках 0t случайных величин при разных t и попробуем понять, вот такая оценка сходится ли по вероятности к истинному значению функционала, а именно е кси квадрату. Но если у нас есть равномерная случайная величина на отрезке 0t, то тогда ее матожидание, это, конечно, будет t пополам. И значит, здесь стоит t квадрат на 4. Правда ли, что средние в квадрате будут сходиться тоже к t квадрат на 4? Значит, так эта задача переводится на язык вычислений. Чтобы проверить состоятельность, нужно проверить, что для выборки усреднение в квадрате по вероятности сходится t квадрат на 4. Значит, ну, это задача на простое вычисление. Осталось только понять, как проверять сходимость по вероятности. Значит, надо померить вероятность отклонения усреднения в квадрате от t квадрат на 4, больше епсилом, убедиться, что это стремится к нулю. Так это или не так, это остается как самостоятельное упражнение задания на следующий раз. Здесь ответ, значит, здесь должно быть 4 ответа. Да, нет, да, нет, да, нет. Вот, то есть задача 4.3.1 предполагает занесение в нашу директорию ответов строчки да нет, да нет, да нет. Вот, а первую задачу давайте сейчас разберем. Возможно ли не смещенные, но не состоятельные оценки. Но не состоятельные оценки. Что такое не состоятельные? Ну, это значит, что предела сходимости по вероятности нет. А что такое не смещенность? Или что такое смещенность вообще? Это простое свойство, которое, вообще-то говоря, входит в курс теории вероятности. Но я на всякий случай его здесь написал. Что если у нас есть вот формула оценки, она дает случайную величину. У этой случайной величины есть мат ожидания. Слово несмещенность означает, что это мат ожидания в точности равняется истинному значению параметра. Значит, это тонкое свойство, которое, конечно же, выполнено не всегда. И более того, вот его нужно в формулах, которые относятся к формулам максимального правдоподобия, каждый раз проверять, дают ли этот подход смещенные или не смещенные оценки. Вот, но в любом случае слово несмещенность означает совпадением от ожидания с истинным значением параметра. Простой вопрос. Может ли так быть, что одно свойство выполнено, а другое нет? Мат ожидания совпадает с истинным значением параметра? Значит, предсказывая по выборке параметр, мы получаем, что мат ожидания соответствующей формулы дает истинное значение параметра, а сходимости нет. Какие по этому поводу есть мысли? Это, вообще-то, устная задача. Да, вроде такое бывает. А пример можете привести? Он очень простой. Какое-нибудь равномерное распределение. Например, равномерное распределение. Но нам тогда надо еще привести пример, что мы предсказываем по этому равномерному распределению. Нам же, мы говорим сейчас о задаче предсказания параметра, точечная оценка. Какой параметре мы собираемся оценивать? Ну, дисперсию, например. Подождите, согласен. Например, можно рассматривать ситуацию, когда у нас есть равномерно распределенные случайные величины, выборки из них. Мы интересуемся формулой предсказания дисперсии. Значит, вы говорите, что есть такая формула, которая будет несмещенной, но несостоятельной. Это пример хороший, но для ученых людей. А вот для людей, которые не знают ничего, у меня есть пример короче. Я его сейчас приведу. Он очень близок к тому, что вы сказали, но просто совсем тривиальный. Давайте у нас будет ситуация, что мы предсказываем не дисперсию, а е, кси. Значит, по выборке кси1, ксиn. И формула для предсказания будет такая. Формула такая. Просто взять значение первой случайной величины. Это предсказание? Предсказание. Правда ли, что у этой формулы мат-ожидание – это истинное значение параметров? Конечно, да. Потому что они все одинаково распределены. И значит, е кси1, конечно же, равно е кси. То есть это несмещенная оценка. Но она, конечно же, несостоятельная. Почему она несостоятельная? Потому что неверно, что вероятно, что для любого эпсилон больше нуля вероятность отклонения кси1 от е кси больше, чем на эпсилон, по n бесконечности, а это все стремится к нулю. Разумеется, это неверно. Неверно, что первая случайная величина будет с ростом длины выборки, а первая случайная величина выборки вообще не знает, сколько там размера выборок. Так что совершенно ясно, что это будет нарушаться. Так что это совсем тривиальный пример оценки несмещенной, но несостоятельной. Так что эти два свойства существуют порознь. Теперь для людей, которые хотят наоборот. Бывают ли оценки состоятельные, но смещенные, не являющиеся несмещенными? Да, этот пример бывает. Я думаю, что вы его знали и до меня, но на всякий случай скажу, где он написан, чтобы не было ощущения, что есть какая-то дырка. Он написан, конечно же, здесь. Вот в этом списке у нас есть два варианта оценки дисперсии. Тут пример, который сейчас пытались привести. s маленькая в квадрате и большая s в квадрате. Вот одна из них смещенная, другая не смещенная. Кто знает, какая? Где? Маленькая смещенная. Да, там чуть ниже было. Чуть ниже просто написано. Так что вот пример в обратную сторону тоже бывает. Так что эти два свойства смещенности и состоятельности – это разные свойства. и мы, вообще говоря, должны понимать, что у нас каждый раз их поразнь нужно проверять для соответствующих формул. Ну, в большинстве стандартных формул это известно наперед, но вот на следующий раз мы будем разбирать методы, откуда формулы вообще берутся. Ну, просто потому что реальная жизнь не обязательно сводится к стандартным примерам, и хорошо бы знать общий метод для выведения формул предсказания каких-нибудь функционалов. Вот мы пока один метод знаем, но он относится не ко всем функционалам, а так называемым плагин функционалам, то есть те, которые связаны с формулами теории вероятности, например, для моментов. Значит, откуда берутся формулы, это обсуждалось. Значит, но формулы не все такие, не все их можно реализовать как плагин формулы, ну, и поэтому некоторый другой общий метод, который называется метод максимум противоподобия, необходимо знать. Вот, теперь, значит, некоторая терминология. Что такое стандартная ошибка? Значит, слово стандартная ошибка наводит на мысль, что речь идет о стандартном отклонении, там, случайной величине. Это не совсем так. Применительно к оценкам это означает вот что. Это показатель, значит, у нас есть предсказание. Предсказание – это случайная величина. У нее есть дисперсия. Корень из дисперсии называется стандартная ошибка. Это, конечно, близко к тому, что для гауссовских законов, но не всякая формула гауссовская, не всякая формула предсказания дает гауссовое распределение, поэтому понятие стандартной ошибки, но более общее. Вот, есть еще слово сдвиг, байос. Это просто разница между мат-ожиданием и, тем самым, смещением как раз. Вот, но между ними есть некоторая зависимость. Вот, и этот пример... Сейчас, значит, оценочная стандартная ошибка. Давайте посмотрим на вот этот показатель. Значит, этот показатель на практике сосчитать совершенно невозможно. Почему? Потому что вот здесь написана формула, относящаяся к теории вероятностей. Надо нам взять нашу формулу, посчитать у нее дисперсию, извлечь корень. Но чтобы посчитать дисперсию, нужно знать распределение нашей выборки. А его-то на практике мы, как правило, и не знаем. Вот, поэтому показатель стандартной ошибки – это вещь, которая относится к теории. Значит, как же на практике действуют, чтобы попробовать понять, что является стандартной ошибкой в конкретной ситуации? Ну, как всегда, если есть формула теории вероятности, вот такая, надо попытаться написать для нее выражение, а именно, которое оценивает это выражение. Ну, в частности, можно использовать выражение, которое оценивает по выборке дисперсию. Выражение для корня – это останется корнем. И таким образом мы получаем очередную оценку, которая называется оценочная стандартная ошибка. Это оценка вот этой величины. Значит, в большинстве книжек она обозначается почему-то с волной. Я долго думал, ввести ли какие-нибудь регулярные обозначения в своем курсе, или пытаться копировать то, что в большинстве книжек использовано. Решил копировать для того, чтобы не учить чему-то, что неприменимо решительно нигде. Вот поэтому слово «оценочная стандартная ошибка» – это оценка стандартной ошибки, понятой как теоретической. Для этих величин, понимаемых в теоретическом смысле, есть соотношения, как они связаны. И это составляет суть предложения о связи с ДИК в квадрате. Ну, это похоже на оценочную ошибку, а МСЕ – это среди квадратичная ошибка – это матожидание разности с параметром истинным. Ну, и опять же ситуация такая, что в реальности мы сосчитать эти величины для конкретных выборок не всегда можем, поэтому речь идет о том, что нужно знать связь между ними. Вот, два упражнения сюда положены, а именно придумать формулу, как оценивать следующий параметр. Вот у вас есть выборка из равномерной случайной величины, но на отрезке, который вы не знаете. Вот. Как же оценивать такой параметр, как отрезок нашей случайной величины? Ну, естественно, идея, которая приходит в голову – это просто посмотреть максимум тех значений, которые есть в выборке, и сказать, что по выборке оценка строится так. Надо просто взять максимум. Ну, вот хорошее упражнение – рассмотреть эту оценку и найти ее свойства в смысле этих характеристик. Значит, это упражнение является обязательным, и для него нужно написать ответ. Ответ нужно написать текстом и двумя числами. Значит, это тоже входит в домашнее задание. Вот. Здесь это тоже входит в домашнее задание. Значит, два упражнения – 4-3-3. Вот. У нас время… Время у нас должно сейчас кончиться. Вот. Ну, нам осталась очень простая порция задач. Пожалуй, я за несколько минут попробую ее изложить. В ситуации, когда параметры связаны с моментами, мы знаем, как вычислять параметры. Надо взять plug-in формулу для момента. А если у нас есть функционал, который выражается через моменты, то можно использовать те же самые формулы так. Значит, если функционал выражается через моменты, то это выражение мы можем использовать, применив оценки моментов и применив к ним формулу, которая выражает наше неизвестное значение функционала через моменты. Это и называется метод моментов. Ну, вот характерный пример, например, связан с гауссовым распределением. В гауссовом распределении два параметра. Один называется матожидание, и мы знаем формулу для предсказания матожидания. Это в точности первый момент. А второй параметр называется дисперсия. Значит, для дисперсии есть отдельная формула, но можно сделать по-другому. Можно написать такое соотношение, что матожидание в квадрате плюс дисперсия – это будет второй момент. Вот. И метод моментов будет заключаться в том, что мы попытаемся выразить неизвестные, которые у нас стоят слева, через вещи, которые мы найдем по выборке. Вот это и называется нахождение параметров методом моментов. Вообще говоря, это не имеет отношения к тем формулам, которые были написаны выше, плагин формулы. Но вернее имеет, потому что мы таким образом считаем моменты. Но идеология такая, что если нам надо вычислить что-то, что связано с моментами, надо попытаться составить систему уравнений, выражающих неизвестные параметры через моменты, ну и в правую часть подставить эмпирические значения моментов, посчитанные по плагин формулам. Вот. Ну, хорошо. Давайте на этом сейчас завершим маленький экскурс в теорию. Нам осталось из этого раздела совсем чуть-чуть. Мы с этого начнем в следующий раз. Сейчас перерыв, и на занятии практически мы поговорим про то, что было упущено в прошлый раз. И кое-что новое, стараюсь, мы успеем сделать. В 11.10, да? Мне кажется, что в 11.00. Ну, смотрите, если мы начали в 9.30, наша пара занимает час двадцать. То есть мы сейчас должны закончить. Это правда вопрос. Если по расписанию, то в 11.10. Какого расписания передержитесь вы? Стандартные перерывы? Ну, давайте я скажу, что я бы голосовал за короткий перерыв, чтобы начать в 11.00. Мне кажется, что вам это тоже будет удобнее. Я ошибаюсь? Да нет, просто чтобы определиться. Ну, давайте тогда в 11.00. Сейчас сделаем перерыв на 7 минут. Так, я остановлю время. Так, ну, мы начинаем наши упражнения. Давайте я вначале попробую чуть-чуть вас заинтересовать, а в то же время, может быть, успокоить по поводу экзамена. Вот у нас встречаются задания, в которых я либо прошу разобраться, либо прошу записать ответы в явном виде. Там да, нет, или там число какое-нибудь. Я напоминаю, что итоговый экзамен будет заключаться в том, что некоторый набор задач из уже встречавшихся будет выдан каждому, и курс будет оцениваться. Ну, там формулу я приводил, но в сущности большинство, наверное, пойдет по такому пути. Они постараются написать этот экзамен. Поскольку задачи раньше уже были, значит, речь идет о проверке некоторых навыков и понимании, какие навыки где встречаются. Вот. В связи с этим, для тех, кто считает, что вдруг их просят программировать, и это не совсем хорошо. Вот им рекомендация такая, что если вам кажется, что вы совсем не умеете программировать, то я рекомендую к домашним заданиям, например, к которым были до сих пор, относиться так, попросить кого-нибудь, чтобы вам дали списать. Вы посмотрите на этот код, устыдитесь, что он очень короткий. Вот. И соответствующий фрагмент кода разберете, поймете, и до экзамена он у вас будет храниться. Ну, либо в голове, либо записанный, потому что правильный подход к экзамену – это применить уже знакомый фрагмент кода, ну, может быть, каким-то новым данным, и что-нибудь нарисовать. Поэтому отношение к домашним задачам для тех, кто совершенно не чувствует себя сильным в питоне, должно быть таким. Первое – уверенность, что вас просят сделать действия, ну, сравнимые по сложности с тем, чтобы там сесть за руль, завести машину, или там положить в стиральную машину белье, включить программу для стирки. То есть там действия очень-очень простые. А непростым является в нашем курсе понимание, какой алгоритм здесь нужен, и какой, собственно, код нужно применить. Вот. Поэтому экзамен будет довольно простым. Это первая новость. Вторая новость – вот какая. Для чего я все это делаю? Как известно, математический факультет находится в контакте с разными другими организациями, которые пытаются вас рекрутировать. Вы можете искать в себе применение сами, а можете использовать что-нибудь, что уже включено нашим руководством в возможные места для трудоустройства. Вот одно из таких… Да, ну и на этом пути, когда вы пытаетесь взаимодействовать с потенциальными работодателями, вы, безусловно, обрастаете знакомствами, и как-то, может быть, себя там можете попропагандировать настолько, что потом вас просто пригласят или там легко пройдете собеседование. Вот одно из таких мест – это банк. И математический факультет имеет довольно устойчивый контакт с банками, и началось это все в прошлом году, ну а в этом году будет продолжаться и шивиться. Я в прошлый раз участвовал в такого рода деятельности привлечения студентов для работы в банках, и устроено это так. Они дают там задачу, которая почти наверняка будет статистической. Иногда они дают и другие задачи, не статистические, но в основном они интересуются, а правда ли, что вот из этих данных можно сделать вот такое-то заключение. Понять эту задачу студенту несложно, просто потому, что обычно формулировки таких задач совсем простые, касаются того материала, который у нас вообще там в первую лекцию вошел, что такое данные, какие свойства и как проверять. Вот методы проверки, они тоже не совсем, чтобы подходят под совсем стандартную программу, но являются комбинацией действий, и если вы что-то умеете делать, то это вам, в общем, открывает путь к тому, чтобы такую задачу решить. Вот у нас в прошлом году, то есть у меня была группа студентов, которую я получил, ну и даже там оказал некое влияние на ее формирование, и я должен сказать, что там были некоторые задачи и некоторая техника, поэтому в наш экзамен я на всякий случай собрал задачи с практическим применением ровно для того, чтобы в конце этого года, то есть приблизительно в апреле, у желающих была бы возможность в такую группу записаться. Вот мне кажется, что это правильный подход к делу, потому что используете ли вы это в жизни или нет, это вопрос десятый, а получить связи в профессиональной среде и зарекомендовать себя как человека, который что-то может делать руками, мне кажется, для вас достаточно полезное мероприятие. Вот, поэтому я поясняю, почему у нас домашние задания именно такие, а не какие-нибудь еще. Просто для того, чтобы открыть вам возможность участвовать в профессиональных делах как можно раньше. Вот, в прошлый раз меня критиковали, что много всего и занимает много времени. Вот я сейчас даю ответ, зачем это делается. Вот, Светлана, вы удовлетворены ответом? Вы понимаете, что это для того, что вас просто мучит? Вот, поэтому отнеситесь к этому внимательно. С одной стороны, это, конечно, выбор мой, такой практический закос. С другой стороны, ну, кто, если не мы, почему мы должны уступать, например, людям с факультета компьютерных наук? Там вот это сотрудничество с банками, оно идет не только у матфака, но и у факультета компьютерных наук и возникает некоторая конкуренция. А реально требуются совсем простые познания в программировании, ничего там сложного писать не надо. Вот, поэтому метод введения в матстатистику выбран так, чтобы знакомить с каким-то практическим материалом. Так что я сочувствую тем, чтобы было некоторое время тяжело, но это все имеет далеко идущие цели. Вот, то же самое относится к тем людям, которые сейчас здесь не присутствуют, но нас слушают. Вот, эта информация для них, возможно, будет каким-то поводом для оптимизма. Хорошо. Руководствуясь всем этим, мы переходим к тому разделу в семинарских разработках, которые носят номер 3 и 4. Наверное, мы их не успеем сделать оба, но они как раз направлены на примеры решения конкретных задач в их постановках и в компьютерной реализации, которая только сегодня не применяется. Но прежде чем мы перейдем к этим задачам, я все-таки хотел бы спросить. У нас была задача на самом первом задании, евристическая, составить гипотезы, а потом я попросил вас эти гипотезы проверить Калмогоровым-Смирновым. Для чего, конечно, надо было разобраться, как устроен метод Калмогорова-Смирнова, в чем заключается критерий и как его применять компьютером. Заметим, что ничего, кроме понимания правил применения, не требуется, за исключением, может быть, одного понятия, которое называется P-value, и мы его коротко сейчас обсудим. Но первый вопрос такой. Доделали ли кто-нибудь эту задачу до конца? Проверили ли вы, что те гипотезы, которые вы выдвинули, действительно подтверждаются? Ответ более-менее известен, потому что я вам сказал, что я генерил синтетические данные, исходя из строгих законов, и их при этом не портил. Но ответ по критерию Калмогорова может оказаться и неожиданным, потому что ответ, как известно, статистический, и в зависимости от того, какую точность мы требуем от этого ответа, справедлива ваша гипотеза или нет, это заранее мы можем и не знать. Поэтому правила проверки, несмотря на то, что это выглядит какой-то рутиной, но вы априори знаете, что я вам выбор кидал уже сгенеренный, то есть если вы правильно все предсказали, то как бы все и сделано. Это все-таки частный случай, учебные задачи. А как конкретно проверять, я рекомендую сделать и подумать над этой проверкой. Теперь вот некоторая вещь, связанная с обозначениями, то, что называется пивылью. Я сейчас оттягиваю строгие определения как можно дальше, но смысл их сказать уже пора. Значит, если есть статистика, если есть статистика, ну то есть некоторая там вычислительная, вычислимая статистика, аргументом, у которой, естественно, сложится выборка, значит, это тем самым случайная величина, значит, у нее есть распределение. Распределение удобно себе представлять как какой-нибудь график какой-нибудь плотности fs. Значит, статистика. Есть распределение. Сейчас, не так, наверное, надо сказать. Значит, есть статистика s, есть функция критерия d. Значит, d от s. Это тоже случайная величина. Вот, значит, f от d. От аргумента x. Ну и мы говорим, что статистика там получилась какая-нибудь большая или маленькая, исходя из того, куда у нас попадет вот эта самая критериальная функция, как по статистике что-нибудь оценивать. Вот. Ну и мы понимаем, что большие значения, связанные с наглядным смыслом попадания в хвост этой самой fd, вот, а небольшие значения, при которых гипотеза не отвергается, попадают куда-нибудь в область, которая связана с центром распределения. Так вот, что обычно дают алгоритмы? Они указывают некоторое значение p, которое отвечает вероятности попадания в хвост. Заметим, что это не то же самое, что квантиль, потому что квантиль обычно, там вот что такое квантиль 95, например. Ой, извините. По этому поводу есть несколько обозначений. Есть обозначение там в теории d-критическое, после которого мы все это называем критической областью. Есть вероятность попадания в критическую область, то есть что наблюдаемое d, скажем, больше d-критического. И также можно говорить о том, что если у вас есть конкретное s, которое вы подставили, и получается конкретное по нему значение d, экспериментальное, которое получилось на данной выборке, то можно говорить о вероятности, отвечающей наблюдения. Но обычно критическое значение в теории выбирают в соответствии, чтобы здесь было 99% или 95%, но это называется уровень значимости. А в алгоритмах иногда просто указывают ту вероятность, которая вероятность принять значение больше или вероятность принять значение меньше. Каждый раз, когда вы смотрите на конкретный алгоритм запрограммированной библиотеки, нужно посмотреть на этот самый второй ответ, который называется пивылью, и попробовать понять, к чему он относится. Для этого, конечно, надо знать, как устроен, что именно считает эта программа. Потому что в зависимости от счета, смысл второго аргумента, который рассказывает нам, надо ли принимать или отбросить гипотезу, он может быть разным. Он касается хвостов левого, правого, обоих, или, например, вероятности заключенных в обоих. Но если, например, статистика распределена каким-нибудь двусторонним образом, то, возможно, речь идет о критериях попадания либо в один хвост, либо в другой. И критические области состоят из двух половинок, или критическая область состоит из одной половинки. В общем, применяя алгоритмы готовые, запрограммированные, нужно все-таки знать структуру того, какой критерий в теоретическом смысле имеется в виду, и о чем этот самый второй параметр, который выдается нам при счете. Ведь весь счет реализован с самого начала, реализован счет вычисления от данной выборки до вероятностей, куда это все должно попасть. Вот разбираться со всем с этим требуется с некоторым тщанием и вниманием, потому что в зависимости от конкретной программы смысл второго ответа, вот этого самого пивы, может быть разным. Я поэтому как можно больше оттягиваю разные общие определения, потому что в реализации эти общие определения могут быть уже и не совсем такие, как в определении. Вот. Ну, хорошо. Давайте, значит, двинемся дальше и рассмотрим простой прикладной пример. Я сейчас покажу, где это написано в конспекте. Значит, я его выложил вчера, возможно, вы его не проглядели, я обычно их выкладываю накануне. Вот. Но он очень простой, и поэтому ничего особенного не будет в том, если мы прямо сейчас его начнем читать. Так, вот этот самый наш конспект. Значит, рассматривается следующая задача, которая сформулирована чуть-чуть иначе. Не угадать распределение выборки, а ответить на следующий вопрос, что есть две выборки, и надо ответить на вопрос, они одинаково распределены или по-разному. Ну, на первый взгляд, может быть, не совсем ясно, как здесь быть. С другой стороны, если вы смотрели, как реализован критерий Калмогорова-Смирнова, то реализация там как раз такая предусмотрена. Заправить в нее две выборки и сказать, одинаково ли они сделаны или нет. Значит, это делается критерием функций Калмогорова. Но есть и другой подход, более грубый. Более грубый связан с тем, что вот история этой задачи, правда ли, что распределение одно и то же, это история давняя, и она относится как раз к тому случаю, о котором меня спросили, как быть, когда выборки не очень большие, например, из медицины. Так вот, то, что мы сейчас разберем, это как раз типичный пример медицинской задачи, которую всех врачей учат решать. Значит, у них под значениями это параметры, относящиеся к больным до лечения, а это те же самые однотипные параметры, относящиеся к больным после лечения. И если распределение соответствующих параметров осталось прежним, то значит, эффект лечения нулевой. А если распределение изменилось, то тем самым эффект лечения наблюдается. В какую сторону он наблюдается, улучшение или ухудшение, про это будет раздел 4, про подход Манна-Уитни. Ну, а сейчас мы пока посмотрим просто про совпадение и несовпадение. Ну, и идея здесь довольно банальная. Идея такая, что нужно рассматривать разности значений х и соответствующих у. И эти разности, если распределения одинаковые, можно ожидать, что эти разности будут вполне симметричными. То есть вероятность того, что х минус у и т больше нуля, или х и т минус у и т меньше нуля. Эти вероятности одинаковые и равны по одной второй. Вот. Таким образом, здесь будет использоваться не сложный критерий, который связан с таким предельным поведением, чтобы выборка была довольно большая, а можно иметь дело и с маленькими выборками, потому что подсчет плюсов и минусов – это на самом деле процент. Какие плюсы и минусы могут наблюдаться на протяжении испытаний Бернуллия с монеткой, но в размере n испытаний? Такая классическая задача из теории вероятности. Мы подбрасываем монетку n раз. Может ли быть так, что выпали одни орлы? Да, может, но вероятность этого мала. Нет, не может. Вероятность этого одни орлы, вероятность этого не ноль, поэтому в реальном эксперименте это всегда может быть. Как устроена статистика? Мы договариваемся, что считается маленькой вероятностью и что считается невозможным событием в смысле статистики. Мы договорились, что статистические выводы – это равносильно тому, что мы договорились, что маловероятные события не происходят. И тем самым вся задача у нас начинает походить на задачу о проверке чего-нибудь, связанного с биномиальной случайной величиной и просто посмотреть число положительных разностей между компонентами в выборке случайного вектора. Значит, некоторая тонкость. Тогда мы запишем это как случайный вектор, там вот иксы – это одна компонента, иксы – это вторая компонента, то, конечно, мы вылетим за пределы схемы вернули, если у нас числа вдруг воспроизведутся в одной колонке и в другой колонке. Поэтому обычно речь идет о наблюдении параметров, которые связаны с непрерывными распределениями, так, чтобы появление одинаковых чисел в первой компоненте и во второй в реальной практике было бы исключено. Вот. Ну, значит, теперь соответствующую задачу про что может случиться можно переформулировать как гипотезы, чтобы совсем это было похоже на самую первую формулировку. Значит, как гипотезы это можно переформулировать так. Эти гипотезы будут относиться уже к последовательности плюсиков и минусиков, к разностям двух. То есть они будут относиться к схеме вернули. Тем самым это будет гипотеза о значении параметра. Там правильная у нас монета или неправильная. Ну вот, значит, одна гипотеза может быть такая, что пара альтернатив у нас такая, что монета правильная или вероятность одна-вторая. Ну и альтернативная гипотеза, что вероятность не одна-вторая. В этом месте возможны и другие формулировки. На первый взгляд они ничем не лучше, но вот в Манни Уитни нам понадобится и другой вариант гипотезы. Значит, я на всякий случай привел здесь пример, поскольку эта вещь совсем прозрачная, со знаками. Заметьте, что к гипотезе можно сформулировать просто про значение параметра. Параметра одна-вторая и параметра не равен одной-второй. А можно сформулировать в терминах неравенств. Можно сказать, что нулевая гипотеза – это что параметр меньше либо равен одной-второй. Альтернативная ей гипотеза – параметр строго больше одной-второй. Ну и замечательным моментом здесь является то, что соответствующие вероятности отклонения гипотезы на данном уровне альфа – это все считается точно, потому что речь идет об испытаниях Бернулли и понять, какая вероятность, что мы попадем в хвост вероятностей с таким-то ограничением – это явные биномиальные формулы. Значит, с точки зрения пользователя, который с компьютером, это, конечно, все равно. Но с точки зрения людей, которые разрабатывали этот текст, тест давно – это история, скорее, связанная с медициной – эта вещь была вполне актуальная, что что-то можно посчитать руками, если выборки не слишком велики. Значит, и реально их всех учили как раз считать руками, и пример такой задачи приведен в конце. Вот в ней на самом деле можно считать все руками. Тем самым что нужно сделать? Нужно превратить эти показатели в разности, значит, плюсики и минусики. Табличку разности надо воспринимать как запись испытаний над монеткой. И нужно ответить, правда ли, что наша монетка неровная в терминах критического значения, в терминах вероятности критической области – 0,1. Вот что для этого надо сделать? Про неровную монетку. Значит, надо выделить критические области для того, сколько может быть плюсов и сколько может быть минусов. Это как раз та ситуация, которую мы несколько минут назад затронули. В критической области у нас состоит из двух половинок или одних. Значит, когда мы смотрим задачу влияния, отклонение монетки от правильной формы, это значит, что плюсов либо слишком много, либо слишком мало. А правильное количество плюсов, если не влияет, то, соответственно, правильное количество плюсов где-то вблизи одной-второй. Но вот вероятности, что их будет сильно больше, сильно меньше, они считаются явно по схеме Бернолье, которая есть в воспроизведении элементарной задачи, найти вероятность, что плюсов будет больше, скажем, двух третей. Эту вероятность можно явно посчитать, зная длину таблицы. Ну и нас интересуют практические методы обработки. Если гипотезу надо отвергнуть, в случае попадания в критические области у них вероятность 0,1. Эта критическая область для повторения Бернолье будет состоять из двух компонентов, слишком большие и слишком маленькие. Поэтому хвосты для распределения Бернолье надо рассматривать какие? Надо рассматривать половинку этого значения. Если здесь написано, что проверить на уровне 0,1, то, значит, надо рассмотреть два хвоста, левый и правый, вероятность каждого из которых оценивается числом 0,05. Ну и если мы с нашей конкретной статистикой попали в эти хвосты, то гипотезу надо отвергать. Если мы в эти хвосты не попали, то, значит, мы считаем, что можно и оставить. Хорошо. Еще вторая задача про компьютерный эксперимент, когда у нас выборки длиной 100. Эта задача как раз связана с тем, чтобы вы посмотрели, как это дело делается в компьютере, когда у нас последовательности большие и явные вычисления с биномиальными коэффициентами превращаются в пытку. Но они на самом деле превращаются в пытку и для компьютера, если у нас есть совсем большие значения этих самых показателей. Кроме того, когда у нас большие показатели выборок, то требовать их совпадения это было бы чрезвычайно в жизни неудобно, потому что наблюдение, скажем, над теми же самыми больными в одном случае может быть наблюдение над 101 больным, а в другом случае над всего 80. То есть эту задачу желательно как-то обобщить, когда числа, здесь стоит число N, здесь стоит число M, но они оба большие. Как же из них сделать знаки? Ну, это ситуация довольно тяжелая, потому что как сделать знаки, кто больше, кто меньше, если у нас две колонки разной длины? Значит, там есть некоторый трюк, что если эти большие выборки приведены, то можно сделать вместо знаков, можно попробовать или ладно, давайте я лучше пока не буду трогать в манну вытни, я скажу, что есть некоторые предельные указания для к и иль, да, это я, конечно, это я, конечно, нехорошо сделал, тут тоже есть опечатка, ну, ладно, это я ее сам сейчас заметил, просто вот эта ссылка на фишерс на Деккера, это относится к следующему параграфу, надо мне ее вычислить, вычислить, сейчас я запишу, значит, опечатка в семинаре параграф 3, раздел 3. Хорошо, но в любом случае посмотрите, как это делается с компьютером в случае больших N, когда биномиальные коэффициенты, конечно, вычислять плохо, значит, там аппроксимационные формулы, и эти аппроксимационные формулы встроены в программу, значит, вот ознакомьтесь с этим критерием, как он компьютерно реализован, еще раз, это достаточно грубый критерий по сравнению со сравнением именно законов распределения, но он весьма уместен ровно потому, что вопрос так ставится, одинаковые и неодинаковые законы, и нас интересует вопрос сильных отличий неодинаковых законов, а не тонких отличий, которые там в реальной жизни могут касаться просто небольших вариантов, связанных тем, как производился этот опыт. Поэтому как раз задача в такой формулировке о том, что эти выборки взяты из одной генеральной совокупности или что то же самое, они имеют одинаковое распределение для скрывающихся за ними случайных величин, значит, здесь интересен грубый критерий, а не критерий Калмогорова-Смирнова, критерий Калмогорова-Смирнова будет усматривать тонкие различия, на практике, как правило, интересуют различия не тонкие, а те, которые можно проинтерпретировать в терминах повлияло, не повлияло, то есть в терминах схемы вернули. Вот, ну, поэтому этот грубый метод имеет самостоятельную ценность. Иногда грубые методы статистики более удобны на практике, чем тонкие методы, потому что тонкий метод может отклонить гипотезу из-за вещей, которые на практике и не особенно интересны. На связи с этим компьютерный эксперимент. Вот еще одна задача. Таким образом, список задач на следующий раз про да-нет пополняется. Там были примеры из раздела с указанием да-нет. Здесь тоже да-нет заметят, не заметят, только ссылки уже будут на параграф 3-2 семинара. Задание, с одной стороны опять выглядит как большим, как большое, но я надеюсь, что вы все-таки это на следующий раз. Да, на следующий раз. Это будет хоум 3. Значит, опять же, давайте вот я занудным образом повторю, зачем это все надо. На экзамене задачи будут повторять те, которые у нас встречались. Трудность на экзамене. Понять, в какую функцию питона надо лезть и что нужно подставить из данных в эту функцию питона. Поэтому практика домашних работ такая, что если домашние работы там сданы вовремя, то все отлично, и вы можете ничего не бояться. Если они не сданы, то, по крайней мере, озаботьтесь тем, что вы их списали сейчас, а к экзамену будете способны повторить с другими данными и, может быть, с минимальными вариантами в формулировках. Минимальные варианты в формулировках действительно минимальные. Ну, просто чтобы человек не искал в точности ту же самую задачу, а искал ту же самую, но сформулированную другими словами. Вот. Так что на следующий раз у нас остаются задачи в количестве, как я понимаю, от шести штук и больше. Две здесь и, как минимум, четыре связанных с оценками х-квадрата, где мы расценивали квадрат матожидания про состоятельность, несмещенность. А там еще были 433, их тоже надо. Да, и 433, которые, да, нет, с цифрами, которые. Да, вот эти все задачи остаются, значит, реплика про то, что большое домашнее задание в данный момент, видимо, может быть повторено, но я надеюсь, что вы сейчас уже поняли, что большое домашнее задание это просто список большой, решается оно просто путем множественных нажатий на кнопку. Но не быстро. Так, то есть у нас 431, 433 и 32, вот это вот, Да, на следующий раз. Пожалуйста, ставьте ссылку, к чему ответ, потому что ответ это там в некоторых местах да-нет, и здесь да-нет. Ну, вот, может быть, последнее, что нужно сказать, нужно сказать про вот эту задачу, влияет ли курс и как. Вот, что значит как? Как на этот ответ найти формулировку? Это ведь вопрос в рамках какой гипотезы? Ну, надо понять, в какой из хвостов, в левый или в правый. Ну, да, 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 то есть надо понять, вы имели дело с подсчетом плюсиков или минусиков в разности. Ну, и повлияло, вот поскольку в исходной формулировке про снижение, то тем самым нас интересуют разности какие? Нас интересуют разности снижения, если мы вычитаем первое из этого, то с нас интересуют плюсики. Вот, но если вы будете вычитать наоборот, у из х, то у нас будут интересовать минусы, и, соответственно, там, да, влияет, действительно снижает, нет, не снижает. Тут нужно двойную задачу решать, да, то есть с двумя хвостами альфа пополам. Нет, подождите, влияет ли курс? Ну, гипотеза, что не влияет. Сперва, да, значит, в одной формулировке не влияет, соответственно, эта гипотеза означает, что вы вообще не попали в какой хвост. Но это означает, что нужно два хвоста с альфа пополам делать, да, а не две разных. Конечно, конечно, конечно. Но надо посмотреть, куда попадут плюсики и минусики, вот, и сделать выводы про вероятность в монетке. Она больше одной второй или меньше одной второй, но это вот про правый хвост, левый хвост. Хорошо. Значит, это то, что касается этой самой грубого критерия, который удобен как раз тем, что он работает на не очень больших выборках, ну, по крайней мере, там на выборках порядка 20-25, и все это можно было вычислять руками, именно поэтому этот критерий сделался столь популярным. Вот, еще один пример нам сейчас будет интересен тем, что в нем будет ответ того, что делалось в прошлый раз. Помните, в прошлый раз я вам объяснял, почему плагин-формулы могут быть неудобны. Когда мы генерили две равномерных случайных величины, добавляли события нулевой вероятности, и наша оценочная формула начала показывать совершенно другие значения, что приводило к другим выводам. Вот, поэтому сейчас я постараюсь разобраться с этим до конца. Строение четвертого раздела, оно немножечко другое. Оно рассказывает, откуда вообще берется метод, который называется ранговый, и это обобщение критерия знаков, которые мы с вами рассмотрели. Вместо того, чтобы рассматривать знаки попарные между двумя выборками, можно попробовать рассматривать знаки внутри и считать, что распределение одинаковые, если неравенство внутри выборок примерно соответствуют друг другу по числу. Это гораздо сложнее объяснить на примере с монеткой, но гораздо проще объяснить интуитивно, что если есть две выборки одинаковой длины, то вместо характеристики сравнения, кто больше в одной выборке или там в другой выборке попарного, можно посмотреть, сколько неравенства реализуется в каждой выборке и как, и сравнить это с набором неравенств, который реализуется в другой выборке. Бенефит здесь такой, что при этом мы попадаем в ситуацию, когда выборки не обязательно одной длины. То, что на практике чрезвычайно может быть распространено. Один эксперимент относился к M объектам, другой эксперимент относился к N объектам. И мы будем сравнивать показатели количества неравенств здесь, показатели количества неравенств здесь, с нормировкой на то, сколько именно объектов, которые входят в неравенство. Более подробно мы поговорим про это в следующий раз, но сейчас заметим только вот что. Что метод, который использовался и в критерии знаков, и в критерии вот этом, я начал объяснять, но это сейчас не войдет в наше упражнение, это мы в следующий раз займемся, он на самом деле апеллирует только к свойствам больше-меньше или что то же самое кто старше, значит, к порядку. Тем самым вместо выборок, рассматриваемых как значение случайной величины, мы в обоих этих подходах, вот что в четвертом разделе, что в третьем, мы переходим к выборкам, которые используют только порядок. Кто больше, кто меньше. Свойства линейных порядков. И вот эта идея, что выборку заменить на выборку линейных порядков, это называется преобразованием к рангам. Вот один из вариантов избавиться от нежелательного эффекта, который в прошлый раз мы смотрели с оценкой, я сейчас повторю, что мы смотрели в прошлый раз, и как можно с этим справиться, он связан как раз с этим приемом преобразования рангов, который я и хотел бы сейчас рассмотреть. Задача на это собственно будет в следующий раз, вот, но поскольку мы сейчас поговорим про то, как эти преобразования используются программно, то фактически вы задание на следующий раз можете интересы для решить уже сегодня, а в следующий раз просто проставить. вот, но давайте посмотрим про ранговое преобразование, что оно дает. 4-4 это через две недели оставать. Да, 4-4 это не на следующую неделю задание, но я просто хочу сказать, что в результате обсуждения, которое сейчас последует, формально мы можем это решить уже на занятии, но просто потому, что я объясню, как вызывать соответствующую программу и что она значит, что такое ранговое преобразование, поэтому на самом деле мы вот это все ценой потери двух минут можем сделать прямо на задании. Вот, то есть это задание фактически незначимое, все относящееся к нему будет разобрано прямо сейчас. Итак, что такое ранговое преобразование и какой у него смысл практически для решения вероятностных задач. Значит, сначала я напомню, какая задача рассматривалась в прошлый раз. Что рассматривалось в прошлый раз применительно к плагин формулам. Недельно назад. Мы выброс добавляли. Да, добавляли выброс. я хотел повторить задачу, которую мы рассматривали. Сейчас мы уже можем ее назвать. Мы рассматривали оценку функционала. рассматривали. Плаг им формулы. В прошлый раз мы так не формулировали. Какой же функционал был в прошлый раз? Функционал назывался ρ коэффициент корреляции. коэффициент корреляции. Вот какой был функционал. Плагин формулы была для него. Это формула, которая сейчас в конспекте написана. Я не буду его демонстрировать. Она называется формула Пирсона. Вот это плагин формула. это как раз формула Пирсона. Откройте сами этот конспект, посмотрите. Вот тут на вопрос задали. А, это к нам. А, нет, другое. Тем самым, просто чтобы провести связь между сегодняшней лекцией, сегодняшним семиналом, мы рассматриваем оценки функционала формулами. Получается формула, которая ведет себя странно. Что значит странно она себя ведет? Что если в наших данных появляется нечто, что вообще говоря имеет вероятность ноль, выброс это событие, ну, когда мы его добавили в равномерное распределение, на аналитическом языке это событие вероятности ноль, вероятности ноль, ну, а на практике, когда что-нибудь меряют, это событие малой вероятности, то есть вообще говоря, они не происходят, значит, они в данных наблюдаемы с очень маленькой вероятностью и от формулы для оценки мы, конечно, ждем, что наша формула должна на маленькие, на маловероятные значения реагировать так, что мало менять оценку. И мы увидели, что формула Пирсон совершенно неудовлетворительная. Как мы это увидели? Мы сгенерили такие пары, случайный вектор xy, который лежит в квадрате 0,1 0,1 2 независимых случайных величины и мы знаем, что наш функционал коэффициент корреляции вообще говоря равен нулю должен быть. Значит, если добавить маловероятное событие, а маловероятное событие, которое мы добавили, мы добавили 5,5 или 10,10 напомните мне. 10,10 вы добавили. Значит, это событие меры 0 для этой случайной величины, потому что плотность случайного вектора здесь равна нулю. Мы добавили событие меры 0 и получили оценку функционала очень сильно различающуюся с нулем. То есть наша точность предсказания чрезвычайно упала, а если знать смысл этого функционала коэффициента корреляции, то он нам говорит, что значения, которые удалены от нуля, указывают на зависимости. Чем более они удалены от нуля, тем на большую зависимость они указывают. Значит, что такое большая малая зависимость? Это как раз просто перевод с понятия этого функционала. Значит, большой функционал, сильно зависимый статистически маленький функционал близкий к нулю. слабозависимый. Вот. Ну и трактовка этого эксперимента теперь выглядит так. Есть функционал зависимости, который должен показывать, вообще говоря, на наших выборках что-то близкое к нулю, потому что центральная область этого функционала на этих данных она вблизи нуля, ну а все прочие значения маргинальные, и мы должны отвергать гипотезу, значит, переформулируем это все в термина гипотез, проверка гипотезы, но не о нулевом значении функционала, о независимости. на уровне данных, на данных с выбросом. Значит, мы должны гипотезу о независимости мы не должны отбрасывать, если наше значение ро оказывается маленьким по модулю, ну а если перо больше какого-нибудь епсилон критического, то значит h0 надо отбросить, отбросить, и ситуация в рассуждениях в терминологии статистических выводов она такая, мы проверяем гипотезу методом подсчета функционала, функционал мы считаем методом оценки, гипотеза отбрасывается, если оценка попала в маргинальную область, какая именно маргинальная область, она определяется критическим значением для функционала, вот, ну и желательно, конечно, что поскольку речь идет о статистической независимости, то, конечно же, на проверку этой гипотезы разного рода эффекты, которые имеют в теории меру 0, влиять не должны, поэтому формула Пирсона для проверки гипотезы о независимости является плохой, вот такой странный вывод, значит, гипотеза о независимости двух случайных величин, будучи понятой как оценка функционала какой-то формулы, если эта формула взята как плагин формула, то есть формула Пирсона, то получающийся вариант проверки гипотезы это плохой критерий проверки формулы Пирсона, смотрите, куда попало значение вычисленное по Пирсену, потому что мы легко можем оказаться больше, чем эпсилон критическое за счет событий нулевой вероятности в теории, ну или малой вероятности в нашей практике. Вот, таким образом значит показано, что есть некая проблема с тем, как проверять, ну эта же гипотеза явно имеет такое житейское происхождение, она даже очень похожа на предыдущую гипотезу, которая была использована в критерии знаков, там же тоже было написано влияет ли, значит влияет ли можно всегда считать, что это гипотеза о зависимости чего-нибудь от чего-нибудь, то есть прямо так критерии знаков сюда не применим, но если все должным образом переформулировать в терминах там принятие лекарства, там подсчета количества ситуаций повлиял или не повлиял, то это конечно вопрос о зависимости и независимости тоже будет здесь. Давайте посмотрим теперь, что такое ранговое преобразование к рангам, когда нас интересуют только порядки, и это связывает эту формулировку с тем, что было рассказано только что про критерии знаков уже с точки зрения вычислений. Итак, у нас есть x1 xn y1 yn и мы пытаемся оценить коэффициент корреляции ρ, настоящий коэффициент корреляции, значит, здесь у нас случайно начинать си, здесь случайно начинать это, мы пытаемся оценить ρ кси это. Вот, идеи связанные с тем, что мы пытаемся понять, кто старше, кто моложе, они, по идее, должны как-то отражать статистическую зависимость, поэтому можно попробовать перейти к следующему, к следующей схеме. Вместо того, чтобы рассматривать саму выборку, можно рассматривать эту выборку по порядку, порядочить ее, значит, так, xe1 меньше, xe2 меньше и так далее, xen, я пропускаю тот вариант, когда здесь есть равные значения, вот, и здесь y, тоже yg1, yg2, ygn, и заменить эту выборку на выборке порядков, здесь написать, что это будет и 1 и n, здесь написать, что это будет g1, gn. Я позже поясню, почему здесь получится вещь, полезная именно из-за такой замены, потому что в семинарской разработке ранговое преобразование для этого конкретного случая определено немножко по-другому, ну, совсем чуть-чуть, но я пока упомяну, что в прошлый раз кто-то заметил, что неприятность выбора, выброса, добавление данным события нулевой вероятности, но тем не менее с большими значениями, абсолютными, оно сдвигает все на свете, оно сдвигает среднее, и поэтому, когда мы плагин-формулу будем применять, то у нас изменения будут значительные и в числителе, и в знаменателе, ну, из-за этого их отношения там изменятся чрезвычайно сильно, вот, то есть вопрос был масштаба, помните, мы делали такое упражнение, мы добавляли 10-10, а потом, по-моему, добавили 5-5, было у нас такое? Было, 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 да, и эффект 5-5 был меньше, это был как раз аргумент в пользу того, что у нас наблюдаемый дефект формулы Пирсона был связан с тем, с величиной этого выброса, теперь заметьте, что вот при этом преобразовании к рангам, преобразование рангов, масштаб у нас все время один и тот же, от выборки длины n масштаб у нас будет на отрезке и 1 и n, ну, просто наш выброс приобретет номер самый последний, если он большой, скажем, положительный, вот, а сам по себе масштаб выборки не нарушится, поэтому есть идея какая, что если дана исходная выборка, исходная выборка, и мы оцениваем этот самый ROG CN, то есть вариант сделать так, что уничтожить масштаб и лишь потом применить формулу Пирсона. Получится какой-то другой, другая оценка, которую я назову ROS. Вот, ну, такой сложный путь называется оценка корреляции по спирмену. здесь есть два вопроса. Вопрос первый, правда ли, что существует аналогич непрерывный вариант вот этого всего, и мы про это сегодня обязательно поговорим. И второй вариант, значит, что же при этом изменится? Ну, что при этом изменится, надо, конечно, взять и посчитать в явном виде. У нас довольно много было данных, поэтому речь идет о том, чтобы применить какую-то программную формулу, и я там в семинарской разработке указал, что есть подсчет под спирмену, для этого тот вариант подсчета, который использовали вы, плагин формула прямая, вы, возможно, его использовали тоже как программный продукт с некоторой опцией. Вот там есть опция, чтобы считать по спирмену, а именно вот таким образом. Сначала ранговое преобразование, а потом уже формула Пирсона. Это один вариант. Есть второй вариант. Есть просто в библиотеке соответствующая функция, связанная с подсчетом спирмену, там еще одного коэффициента, про который мы поговорим чуть позже, коэффициента Кендала. Поэтому правда ли, что это оценка того же самого ро по спирмену, это распространенная точка зрения, но правда ли, что это так, или тут содержится некоторый трюк, это мы с вами обсудим чуть дальше. Пока давайте посмотрим, как это работает как оценка. Что же мы хотим сравнить и с чем? Давайте сейчас попробуем проговорить, какое вычисление надо сделать. Первое. Вычисление без выброса. без выброса. Вычисление П. Второе. Вычисление с выбросом. Вычисление опять прописано. Это то, что мы делали в прошлый раз. Три. Вычисление без выброса по спирме. Но четвертое. Вычисление с выбросом по спирме. Вычисление С с выбросом вычисления С по спирме. Вычисление П по пирсу. Что нас интересует? Мы знали, что вот здесь эффект был очень плохой. Они сильно различались. Вопрос теперь такой. А здесь что будет? И самое интересное это сравнить вот это с этим. Ну, а также, ну да, и собственно все. Это с этим и с этим. Вот давайте сейчас этим займемся. Ссылки на то, в каком пакете лежит соответствующее вычисление я привел в семинарской разработке. Но поскольку только что было объяснено, что такое вычисление S, вычисление по спирмену, если кто-то не хочет учить новую функцию из библиотеки, то можно сделать это руками. Ну, действительно, преобразовать эти выборки к порядку достаточно легко. То есть, нужно просто отследить, кто из них больше, меньше, написать. То есть, можно реализацию коэффициент корреляции по спирмену сделки непосредственно, только это будет уже не одна строчка, как я обещал, в своих домашних задачах придерживаться того, чтобы решение было по возможности одной строчкой кода. Ну, а скажем, там все-таки будет три строчки кода. Вот, давайте сравним значения. Я гашу свой экран, вот, и давайте кто-нибудь покажет, что у него получилось. Так, нам надо сейчас взять ту же самую модель данных, которая была в прошлый раз. Ну, она, наверное, у вас осталась. И посредством либо библиотечной функции спирмен и библиотечной функции пирсен посчитать вот эти четыре пункта, которые были сказаны. Вот, а можно это сделать руками явно в формулу пирсена запрограммировавшие, но это тоже возможно, она простая. Показать ее на всякий случай или, ну, давайте покажу, чтобы вы не думали, что это какие-то действительно сложные вычисления. Давайте я покажу. Вот она в центре. Да, хорошо. Вот, ее можно запрограммировать, но просто это, наверное, будет чуть-чуть длиннее. На всякий случай есть прямо функция, которая ее вычисляет. И я здесь в конце где-то я написал. А где я написал-то? Сейчас, подождите. Нет, я написал, наверное, не в конце. Так, где-то я написал. Что, что ли, печатка? Господи, сейчас найдем. А, вот, вот здесь вот. Эпоэстация есть. Да, вот там все есть. То есть, если лень считать, что нормально, не надо лениться. Раз уже все за вас записали, так и надо пользоваться готовым. Вот. Синяя. Вроде у меня что-то есть. Ну, давайте посмотрим ваши ответы, их обсудим. Так, только я не вижу сразу ответа, вы как-нибудь покажите. Значит, пара это для выброса 5, что ли, или для выброса сейчас. Давайте так, мы договорились, что мы не учим программирование, значит, я не буду читать ваши эти самые. Так, простите, у меня микрофон был выключен. Да, понятно. Значит, проблема, рассказывайте, где что. Первая пара это что? вот первая пара, ну, первое значение это сам коэффициент, второе это p-value. Нет, подождите. p-value мы сейчас пока не очень обсуждаем, я пока вас готовлю. я просто объясняю, что это значит. я не собираюсь его. А я прощу оценки показать. Я хочу сказать, что нужно на первое значение смотреть. понятно. Собственно, первое это выборки размера, ну, равномерное распределение выборки размера тысячи без выброса, второе с выбросом там, с выбросом 100. это подсчет это подсчет по пирсену 0.03. Нет, 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 это не по пирсену, я потому что арксорт сделал, это значит, я индекс. А, это вы честно запрограммировали? Ну, да, я решил, что быстрее так, чем гуглить. сейчас сходят на сценарий. прям название есть. А, ну, в общем, да, просто пирсен применил пирсен применил к арксорту. Арксорт. Арксорт, арксорт, сортированный индекс возвращает. Ну, да, это как раз есть ранговое образование, совершенно верно. Вот, и мы видим, что ответ по пирсену без выброса или с выбросом. Ну, смотрите, вот это без выброса. Размеры выборки. Выборки размера тысяча. Выборки. Вот это ответ без выброса. Понятно. Вот это ответ с выбросом. Он знак поменял, да? Ну, знак, знак. Но после арксорта. А, окей. Ну, ну, конечно, после арксорта. И то, и то с арксортом сделано. Это я вообще пирсен не рассматривал этот чистый спермент сейчас. Смотрите, как вы сильно запутали. Всего-то было нужно пометить, где подсчет по пирсену, где подсчет по спирмену. Так у меня вообще пирсен здесь, окей. У меня пирсен вообще, ладно, хорошо, сейчас. вот я вас выключу и повторю, что я хотел, а то вы всех запутали. Так, что у меня не выключило? Zoom, раньше, как это? Вот, я вас выключил. Я скажу, что я хотел простого, а вы сделали сложное. Я хотел очень простую вещь. нет, она не здесь. Вот, вычислить, значит, берем данные, одни и те же. Значит, данные какие? В единичном квадрате равномерно распределен случайный вектор. Значит, вычисление оценки для коэффициента корреляции, а следовательно, для зависимости, без выброса по Пирсену, вычисление с выбросом по Пирсену. В принципе, мы это делали в прошлый раз. Здесь получилось какое-то маленькое число. 0,0,0,0, сколько-то. Здесь получилось число отнюдь немаленькое. Какое число получится здесь, какое число получится здесь и чем хотим сравнить. Мы хотим сравнить, правда ли, что вычисления без выброса по Пирсену и по Спирмену сильно ли они различаются. Различаются ли по спирмену с выбросом без выброса. Ну и потом сделаем выводы, как надо действовать. То есть есть четыре пункта. В вашем решении безусловно, это все реализовано, только переставлено с места на место, поэтому вы немножко нас запутали. А вот теперь в соответствии с этой схемой прочтите, чего вы сделали. Да, сейчас. Понятно, да, претензия? Просто перепутан ответ. Мне показывается новая демонстрация? Да, давайте просто будете мышкой показывать, где что. А мою мышку не было видно? Было видно. Я просто спросил, где вычисление по пирсену? Где вычисление по спирмену? А вы стали что-то непонятным говорить. О, красота. Значит, первые вещи. Значит, смотрите, вот это вычисление по пирсену без выброса. Без выброса. Отлично. Вот это? Вычисление по спирмену. Без... Вот это вычисление по спирмену тоже без выброса. Правда, не на тех же самых выборках, а заново сгенерированных я могу это сделать. Да лучше сохраните, да. Лучше на одних и тех же. Вот это пирсен без выброса. Вот это вот. А это спирмен без выброса. А вот это спирмен без выброса. Вот первый вывод, который можно сделать. Что ранговое преобразование наш ответ не сильно меняет. То есть, маленькие значения остаются маленькими. Значит, вывод первый, что для оценки коэффициент-корреляции ранговое преобразование почти ничего не меняет. Теперь это у нас вычисление по... А вот это вычисление по спирмену, но уже с выбросом. Но уже с выбросом. Оказывается, что оно... И как видно, что оно почти такое же, как и по спирмену без выброса. Да, да. Можно, конечно, тут у нас еще была выборка достаточно большая, тысяча и только один выброс. Можно попробовать сделать меньшее количество выборок, посмотреть, как там было. Эксперимент штука полезная, да. Можно делать. Значит, отсутствует здесь ровно одна строчка. А именно строчка... Что-то я не то сделал. Ну, во-первых, у вас выборка другая. Нет, тут... Тут именно очень сильно различаются значения по спирмену. Это... Этого не должно быть. Этого не должно быть. Может быть, что у вас что-то не... Сейчас. Подождите. Опять исчезла надпись. Это у нас обычные вычисления по спирмену. По пирсену. Это вычисления по спирмену. Они слабо различаются. На выборках размера 100. Где у нас, кстати, 100 здесь стоит? Вот здесь. Да, здесь стоит. Да, они слабо различаются. Теперь мы ее портим. Спирмен с выбросом. Юниформ это надо... Это уже надо выкинуть. Да. Так, ну тут, да, что-то странное. Это очень странно, потому что... Давайте сделаем вот какую вещь. Проверим, правильно ли у вас. Поставьте выброс десятку. Этого, в принципе, не должно ничего изменить, потому что ранги-то одни и те же будут. Ничего не меняет. Да, все нормально. Ранги одни и те же. Так, почему... Почему так получилось? А, ну сейчас нормально. Более-менее почему-то на этой выборке. Я не знаю. Да, до этого было так, что Пирсон с... Спирман с выбросом очень сильно отличался от Спирмана без выброса. Прям сильно. Хотя... Хотя по коду не должно быть. То есть вот у нас, честно, Спирман. А сколько выборки этих самых? Кого? Я, кажется, понял, в чем дело. Сколько у вас выборки? А, выборка 100. Да, выборка 100. А, выборка 100, корень из 100, это одна десятая, различалась там примерно на одну десятую. Да, нормально. Ничего страшного. Это потому, что выборка довольно маленькая. Оставьте все. Ну да. Оставьте все. Тысяча. Ну да, чтобы было более... И выброс там... А выброс любой. На Спирмана он не влияет. Значит, вещь непроговоренная. Для всех остальных, кто нас слушал. Непроговоренная вещь была такая. Я совершенно не касался следующего вопроса. Оценка, как зависит от длины выборки, от объема выборки. То есть мы удовлетворялись только тем, что говорили, что она состоятельная. Что с ростом N ответ стремится к настоящему. Сходится по вероятности. Но я еще ни слова не сказал о скорости этой исходимости. И что более важно, я почти не говорил о том, где критическая область, для каких значений. Что является критическим значением, где мы считаем, что нашу гипотезу отбрасывать. Вот эти вещи численные, они на всякий случай у меня отложены, чтобы вас не путать. Они в разных задачах разные. Есть некоторые интуитивные ощущения, где лежат критические области. Вот давайте у нас оно сначала сложится, а потом уж мы займемся показателями. Вот тот эффект, который сейчас наблюдался, когда на маленькой выборке у нас сильно различалось, это на самом деле вопрос о критической области, о частоте в нее попадания и что такое вообще, как это связано с объемом выборки. Это другой вопрос, мы его пока не затрагиваем. Смотрим сюда. Значит, Пирсон без выброса, Спирмен без выброса дают практически одно и то же. Спирмен с выбросом дает не то же самое, но то же самое по смыслу, по порядку величины. Разница чрезвычайно маленькая. Откуда мораль? Что некоторые формулы, которые плохо себя ведут с точки зрения вот этого эффекта внедрения выбросов или маловероятных событий, становятся лучше, если в них внести ранговое преобразование. Значит, ранговое преобразование у нас появляется, в общем-то, в связи с вопросами другими, с вопросами повлияло, не повлияло, но это косвенно связано как раз с понятием зависимости и независимости, весьма косвенно. Поэтому интересно смотреть эффект ранговых преобразований непосредственно в подсчете функционала, который связан с зависимостью и независимостью. Ну, вот это трюк некоторый. Вот. Теперь, почему этот трюк важен в рамках тех перспектив, которые я вам сказал про работу на практике. Вот, например, практическая работа с какими-нибудь данными, которые поступают от заказчиков, от банков. Мне не останавливают демонстрацию? Нет, а что? Стоят цифры, все их разглядывают. А всем остальным надо, по крайней мере, уметь писать такой же код. Вот. Ну, то есть, тут четыре разных задачи было. Вы одну не показываете, перед сенс выбросом показываете. Можете пока дописать ее. Ну, вот выше. Да, 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 я понимаю. Да, а всем остальным информация такая, что, оказавшись в ситуации практической жизни, вам понадобится иметь дело с показателями и оценками. Так вот, показатели и оценки в случае, которые очень часто интересуют заказчика, тогда у вас спирмен без выброса не получится. Потому что вы уже испортили sample one, sample two. Сейчас, доведливо. Вот. Ну, хорошо. Вот, значит, в практической жизни надо помнить еще одну вещь, что оценочные формулы сильно зависят от практической ситуации, если там выбросы или нет. В частности, то, что я говорил про банковские дела, которые там будут объявлены нашим руководством, там, деканатом позже. Там они повесят объявление, что рекрутируются люди. Надо помнить вот про такие трюки, что есть ранговое преобразование и его смысл часто важен. Ну, да. Пирсен с выбросом все плохо. Пирсен с выбросом все очень плохо. Пирсен без выброса. А с Пирмен с выбросом все то же самое. Ну, хорошо. Вот. Это практически полезная информация. Заодно новый теоретический фокус, что такое ранговое преобразование. Теперь давайте вернемся к теории и подумаем вот о чем. Мы оценивали коэффициент корреляции, а кто сказал, что после рангового преобразования это будет оценка опять же коэффициента корреляции. Может быть, это оценка чего-нибудь другого. Поэтому над чем стоит подумать? Что мы оцениваем по формулой Спирмена? Правда ли, что мы оцениваем тот же самый коэффициент корреляции или все-таки другой? Ну, ранговое преобразование, оно же нам все поменяло. Может быть, оценки по Спирмену они будут и близки к настоящему коэффициенту корреляции, но может быть, они будут оценивать совершенно не это. Естественно, теоретический вопрос. Если заниматься вопросами точности, это может быть принципиальным. Мы хотим узнать, что оценивает формула Спирмена, если n возрастает до бесконечности. Правда ли, что там есть сходимость по вероятности к настоящему коэффициенту корреляции между случайными величинами или это не так? Давайте вернемся к теории и посмотрим, какой непрерывный аналог рангового преобразования. Ну, а заодно попробуем понять, в чем заключается формула Спирмена, почему она сейчас может это приведение распределения к равномерному? Да, конечно, это то, что называется копула. ой, подождите, я вот это выкину, и ответ, конечно же, написан в нашем конспекте, просто я сейчас покажу, где. Значит, можно попробовать это обсудить, в чем же заключается непрерывный смысл. это написано вот в этом абзаце, что именно называется коэффициент и корреляция по Спирмену. Дело в том, что действительно это приведение к равномерному, и раз это приведение к равномерному, то его можно записать в явном виде через преобразование случайных величин, но уже не всех, потому что случайную величину привести к равномерному, это мероприятие, которое просто иллюстрируется для непрерывных случайных величин. Скажем, как там случайную величину, которая имеет скачки, приводить к равномерной, это уже алгоритмы, включающие произвол. Поэтому, если мы имеем дело с непрерывными случайными величинами, то преобразование ранговое заключается вот в чем, что был у нас случайный вектор альфа-бета, вот две случайные величины и выборки пар были, а мы делаем следующее, случайной величине альфа, мы применяем следующую функцию, надо взять функцию распределения для альфа, применить к альфа, от этого все значения будут, конечно же, между нулем и единицей. более того, если из вас кто-то внимательно следил за задачами по теории вероятности, когда у вас она была, там была специальная даже такая задача, как любую непрерывную случайную величину привести к равномерной. Для этого надо ее подставить аргументом в собственную функцию распределения. Те, кто этого сейчас не помнит, пожалуйста, освежите это в памяти, хотя вот в том курсе, который сейчас на третьем курсе проходит, там эта явная формула есть. По крайней мере в упражнениях. Ну вот, и то преобразование ранговое, которое мы делали для выборок, оно в непрерывном смысле означает вот что, что у нас есть альфа-бета, и мы его свели к вектору вот такому. Две равномерных случайных величины, и надо попробовать понять, какой же коэффициент корреляции будет здесь. Первый вопрос, как вы думаете, коэффициент корреляции между альфа-бета и коэффициент корреляции между вот этими двумя равномерными, это один коэффициент корреляции или нет? Некоторый вопрос. Хорошо, значит, если интуиция отказывает, тогда давайте попробуем понять, что уж наверняка будет тем же самым. А именно, если две случайные величины альфа и бета не коррелированы, то здесь коэффициент корреляции ноль, какой коэффициент корреляции будет здесь между преобразованными случайными величинами? Вот это достаточно нетрудно догадаться, что он тоже будет ноль. вот. И в этом смысле замена ранговым преобразованием выборок, она вполне помогает, когда решается вопрос о том, зависимые или независимость, про гипотезу независимости. Вот, вопрос о характере зависимости более тонкий, потому что коэффициент корреляции по спирмену в непрерывном смысле он вот такой и оцениваете его вот этим ранговым преобразованием на выборках, вы оцениваете вот это коэффициент корреляции такого вектора, который в общем не совпадает с коэффициентом корреляции такого вектора. Но хорошие свойства независимые здесь, независимые здесь, они не сохраняются. Вот, в этом смысле Коэффициент корреляции по спельмину удобен в практической жизни, но если рассматривать его как оценку исходного функционала, то надо помнить об ограничениях, что эта оценка заведомо приближенная, у нее заведомо есть ошибка. Они не сильно различаются, эти коэффициенты корреляции, но немножко различаются. Вот, ну и последнее, что, видимо, надо рассказать или уже ничего не надо рассказать, потому что время вышло 12.20. Ну, давайте я здесь остановлюсь, не буду частить. Чистить я для тех, кто будет это читать самостоятельно к следующему разу. Тут жирным шрифтом выделена трудность, которая в статистике тоже бывает. Вот есть еще один способ подсчета характеристикой зависимости, называется коэффициент Кендалла. Мы с ним разберемся в следующий раз, а важная вещь, которую нужно сказать сейчас, что еще нужно проверять. Когда вы имеете дело с каким-нибудь статистическим тестом и его описанием и сразу лизите в библиотеку, и эта библиотека может быть там библиотека языка математика или библиотека языка Python или MATLAB, то нужно вот еще что проверять. Нужно проверять, что реализован в точности тот алгоритм, который в вашем описании, без изменений, потому что на примере оценки коэффициента Кендалла разность описаний наблюдаема легко. Достаточно посмотреть хелп на Кендалла в питоне и посмотреть определение коэффициента Кендалла, например, в Википедии или, например, в языке математика. И можно увидеть, что это немножко разные формулы. Поэтому следующая опасность, что за нас все сделает компьютер, заключена в соответствии теоретических описаний компьютерных реализаций. Надо помнить, что компьютерные реализации люди делали примерно такие же, как мы. Они брали то определение, которое им попалось первым, и его реализовывали. Иногда последствия этого таковы, что те определения, которые массовые, вовсе не реализованы, а реализованы другие, довольно частные. Но это последнее замечание, которое я хотел сделать. Домашнее задание у вас есть. Домашнего задания по этому разделу, конечно, нет. Но с другой стороны, вот смотрите, вот сейчас вы это сделали. И даже, в общем, предъявили только не про… Там вы предъявляли выброс конкретный 100-100, а здесь вот сравнение вы делали немножко другое. То есть эти упражнения оказались сделаны. Можно и домашним заданием их не считать. Ну, а для тех людей, которые не с нами, им рекомендация все-таки эти домашние задания воспроизвести. Все, спасибо. То есть это уже не надо будет делать занятие через две недели? Вам уж точно не надо, потому что вы это сделали сейчас. А, то есть я могу не присылать файлы, мне за это ничего не будет? А вам за неприсылку файлов вообще ничего не будет, потому что присылка файлов нужна вот в каком случае, когда человек на экзамене не сделал, а файлы присылал. Но как бы есть же формула, которая учитывает… Но если вы посмотрите на эту формулу, то вы увидите, что сделать все на экзамене недостаточно. А файлы можно не присылать, например, можно их уделать и не класть никуда. Надо же просто уметь это все делать. Вот с домашними заданиями ситуация неформальная. Они вам нужны для того, чтобы сделать экзамен. Если вы их не делали, вы экзамен точно не сделали. Ну, это понятно, что неформально. А если вы их просто не присылали, это не повлияет вообще ни на что. А если все присылали, то будет минимальная отметка? Если все прислали, то будет, конечно. Нет, там все равно формула. Ну, короче, ладно, я просто на всякий случай пришлю. Нет, 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 нет. Формула задумана так, что если человек все домашние задания делал и, следовательно, умеет делать, в принципе, весь экзамен, то ему надо… А на экзамен не пришло, например, потому что заболел чем-нибудь, то все равно ему надо поставить, потому что он явно умеет делать. Нет, ну, просто из той же формулы вытекает, что если там, например, человек сделал 70% задач на экзамене, сделал по какой-то причине, но зато прислал себе ДЗ, то у него все равно 10%. Ну, это конечно. Ну, потому что он все умеет. Я уже вам объяснил, смысл экзамены и смысл любой формулы для меня такой. Я проверяю, чтобы все умели делать все. Делать переводится так. Понимали, какая за этим скрывается теория и умели на кнопочки нажимать. Вот это понимание экзамена. Продемонстрировать понимание вы можете в семестре, можете на экзамене. Продемонстрировать умение нажимать на кнопочки вы можете там и сям, неважно когда. Вот я поэтому и делаю выводы. То есть под формулу подгоняться здесь можно, конечно, но смысл очень простой. Вы должны продемонстрировать умение решать стандартную задачу стандартными методами. Короче, никакой паники. Все идет, по-моему, более-менее по плану. Хотя то, что вы недовольны нагрузкой, я понял. Хорошо. Хорошо. Хорошо.